Я являюсь старшим преподавателем кафедры уголовного права и гимнологии Московской академии следствия и локалитета, майор юстиции Петрова Татьяна Николаевна. Я преподаватель объективно не так давно, потому что я в основном, я практиш, я в недавнем прошлом исследователь, и с проблемой нейтрогенной преступности мне пришлось столкнуться еще в период своей работы на следствие. И в дальнейшем эту тему я улыбляю все же в течение нескольких лет. В общем-то, есть возможность, используя судебно-следственную практику всей страны, проводить анализ, проводить обобщение, выявлять какие-то общие тенденции и иметь представление о том, что сейчас происходит вообще, почему в последние годы столь пристальное внимание приковано к проблемам витрогенной преступности. Раньше тоже у нас бывали материалы и уголовные дела, касающиеся преступлений, совершенных в профессиональной медицинской деятельности, но это были, конечно, единичные случаи, о них не знали, о них так громко не говорили, и, разумеется, эти вопросы не обсуждались так широко, как сейчас. В чем же причина? Почему же сейчас эта проблема стала не просто актуальной, а сверхважной? Почему она приковывает столь огромное внимание и правоохранителей, и медицинских работников, поскольку непосредственно их интересы здесь отрагивают? Почему эта проблема стала выноситься на уровень массового обсуждения? Складывается определенный общественный резонанс, который не всегда на самом деле позволяет и способствует объективному разбирательству, создает определенные предпосылки для того, чтобы некомфортно себя чувствовали медицинские работники. Ни для кого не секрет, что любое сейчас происшествие в профессиональной медицинской среде, оно сразу молниеносно попадает на страницы, на экраны средств массовой информации, очень широко тиражируется, при этом обрастает, не побоюсь этого слова, «массный небылиц». В результате мы получаем с вами совершенно необъективную картину происшествия, более того, со смелыми, непрофессиональными оценками, которые предрешают некоторую определенность, казалось бы, в исходе. Это совершенно неправильно, и нужно пытаться пресекать такие вещи, которые фактически приводят к вкладыванию презумпции виновности врача в общественном массовом сознании. Ну и, безусловно, вот эти вот, такие, такое клеймо, которое, простите, я сейчас употреблю выражение, которое, к сожалению, в последнее время часто мелькает и на страницах, и на экранах, да и в обиходе, врачи-убийцы. Абсолютно некорректное выражение. Оно не то, что некорректное, оно само по себе преступно. Поэтому, в общем-то, есть определенное негативное отношение, к сожалению, и к журналистской среде, которые так категорично сразу начинают медицинских работников, не разобравшись абсолютно в ситуации, не дождавшись исхода разбирательства, начинают их таким образом крестить и несут все это в массы. Разумеется, обыватели, поскольку они легко воспринимают информацию с экранов и со страниц, они достаточно доверчивы в этом отношении и принимают все это за чистую монету. В результате массовые упущения у нас происходят, как и в работе медицинских работников, которые дестабилизированы таким фоном, на котором им приходится трудиться, дестабилизированы руководители медицинских организаций, дестабилизированы правоохранительные органы, потому что вот этот поток, который создается вокруг ситуации, он действительно мешает работать, мешает работать всем. Ну и, безусловно, формирование определенного массового сознания, складывание негативного образа медицинского работника сегодня, это ни для кого не секрет, который приводит к тому, что граждане отказываются, в общем-то, добровольно, да, отказываются от общения с медиками, предпочитают не обращаться за медицинской помощью, занимаются самолечением, и вы прекрасно можете представить плоды такого отношения к себе, к собственному организму. Поэтому проблема на самом деле очень глубокая, проблема системная, проблема межведомственная, если хотите. И, конечно, такие вопросы нужно не замалчивать, а обсуждать. Но обсуждать не на уровне средств массовой информации, конечно, а обсуждать на уровне профессиональных сообществ. В последние годы в связи с ухудшением обстановки на этом фронте действительно предпринимаются попытки объединить усилия профессиональных сообществ, безусловно, медицинского и юридического, для того, чтобы выработать какие-то общие подходы, какие-то общие принимания к вопросу медицинских правонарушений. Ну и самых серьезных нарушений, которые именуются преступлениями. В общем-то, флагманом, скажем так, в этой работе является доктор Мира Леонид Михайлович Рошаль, я думаю, ни для кого не секрет, что он уже много лет занимается этой работой, пытаясь объединить нас под какими-то общими знаменами и говорит буквально следующее, что ни в коем случае не враждуя, а только держать за руки, мы с вами можем нормализовать обстановку, да, прийти к каким-то общим решениям, взаимоустраивающим, и самое главное, правильным. Правильным с правовой точки зрения, правильным с точки зрения, с учетом специфики крайне сложной профессиональной медицинской деятельности, и только так, а ни в коем случае не враждуя между собой, и не пытаясь, к сожалению, как сейчас, да, опять-таки в массовом сознании, следственный комитет представляется неким таким, не знаю, репрессивным органом, что ли, монстром, да, некоторые медики, опасаясь нас настолько, говорят о том, что вы развернули охоту на ведет, да, если слышали такое выражение, то есть гоняетесь за призрачными преступниками, пытаетесь, в общем-то, пытаетесь разглядеть преступления там, где их нет и быть не может, это тоже, конечно, неверная позиция. Мы работаем исключительно в правовом поле, поэтому попытки перенести на нас некоторые действительно механизмы репрессивного воздействия на медицинское сообщество, они, конечно, абсолютно необоснованы, и, в общем-то, обращать на это внимание, конечно, не нужно. Несколько слов хотелось бы сказать все-таки о причинах, которые привели к актуализации этой проблемы в последнее время. Не случайно, точнее, ни для кого не секрет, что медицина, в принципе, во все времена отличалась высокими рисками, связанными со спецификой деятельности, безусловно. Вмешательство в человеческий организм, функционирование органов и систем, безусловно, несет в себе риски причинения вреда здоровью и даже жизни человека. Но без этих рисков медицина существовать не может, потому что это двигатель медицины, если хотите, двигатель медицинского прогресса, это риск. В правовом поле есть понятие, которое носит название «обоснованный риск». Это обстоятельство, которое исключает уголовную ответственность как самый серьезный вид юридической ответственности для медиков. Безусловно, любой правоохранитель держит в голове условия труда медицинского работника. Соответственно, неблагоприятные исходы лечения в медицине, они были, есть и будут всегда. На языке медицинского сообщества такие вещи называются осложнения диагностики и лечения. Проблема в том, что нет четких критериев разграничения, действительно неблагоприятных исходов, которые являются непредсказуемыми, относятся к осложнениям и составляющих медицинского правонарушения, которые в некоторых случаях перетекают в преступления и, в общем-то, служат предметом уже выяснения нас, правоохранителей. Несколько слов все-таки о причинах этого конфликта. Дело в том, что здесь складывается сейчас некий парадокс, когда лечить, безусловно, стали лучше медицина с учетом современных достижений, использования достижений науки и техники, высокотехнологичного оборудования, современных лекарственных препаратов, тем не менее количество осложнений в медицине почему-то не уменьшается, а только возрастает. Вот этот некий парадокс, он имеет определенное объяснение. То есть, с одной стороны, уровень повышается, но повышение этого же уровня способствует повышению и неблагоприятных исходов лечения. В чем причина? В усложнении процесса оказания медицинской помощи. Серьезное высокоточное оборудование требует навыков работы с ним. Современные, порой агрессивные лекарственные препараты тоже имеют массу противопоказаний. Требования к подготовке медицинских работников сейчас беспрецедентны. Не случайно медицинское сообщество ввело процедуру непрерывного медицинского образования. Медики учатся всегда, это абсолютно правильно. Это сейчас требования мировых стандартов и так далее. Тем не менее, всего этого, как оказывается, недостаточно для того, чтобы снизить эти самые неблагоприятные исходы лечения. В настоящее время сложился высокий уровень притязательности пациентов к оказанию медицинской помощи. И, к сожалению, вот эти завышенные ожидания, они и являются одной из серьезных причин конфликта между изначально врачом и пациентом. Если мы с вами обратим внимание на эту схему небольшую на слайде, мы с вами можем несколько увидеть соотношение объема, прав и возможностей пациента повлиять на медицинского работника и на все, что связано с оказанием медицинской помощи. И вот такую всего лишь скромную возможность медиков каким-то образом защититься. К сожалению, несоотносимо, как вы видите эти параметры, на защите пациента стоят специальные правовые нормы. Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Основной закон в сфере здравоохранения, об основах охраны и здоровья граждан РФ, 323 ФС, Закон о защите прав потребителей, который также применим к сфере медицинской деятельности, если мы говорим об оказании медицинских услуг. Что у нас имеет медицинский работник в настоящее время? Весьма скромный, и вот так даже на первый взгляд, наверное, не сможете назвать права врача, да, по сравнению с правами пациента, которым правам пациентов в основном законе отведено несколько статей. Тем не менее, о правах врачей всегда мы как-то забываем, они проходят скользко и совершенно даже, в общем-то, не привлекают ничего внимания. Что может явиться действенной, эффективной защитой медика в случае наступления в его практике неблагоприятных исходов? Опять-таки, я говорю, что они, к сожалению, всегда были, есть и будут. Это вынуждает медика действительно тоже искать пути защиты, потому что любой неблагоприятный исход сегодня, к сожалению, является поводом для весьма сложных, для весьма многогранных разбирательств. Это разбирательство на уровне медицинского учреждения с пациентами и его родственниками, это разбирательство надзирающих органов в прокуратуре, разбирательство в правоохранительных органах, в конце концов, в судах и так далее. Поэтому для того, чтобы медику постараться вот такие последствия, все-таки избежать таких последствий, он должен защищаться. Это вынужденная мера, понятно. Что же может помочь медику защититься? Высокое качество работы, это в первую очередь. Это тот фактор управляемый, это субъективный фактор, который зависит исключительно от медицинского работника. Грамотная оформленная медицинская документация. Несколько десятилетий назад существовало у медиков такое высказывание, поверь или не поверь, что медицинскую карту мы пишем для прокурора. И сейчас есть. Так вот, действительно, информация, отраженная в медицинской документации, она не секрет является действительно источником доказательств, в том числе для правоохранительных органов, для надзирающих, контролирующих и так далее. На самом деле у вас своих надзирателей достаточно, правда? У медицинских работников. Поэтому не обязательно прибегать к столь суровым, в общем-то, путям. Далее. Как показывает практика, стоит. Ну, то есть не стопроцентно, а по этому речи. Правовая грамотность. К сожалению, уровень правовой грамотности медицинских работников в настоящее время находится в критическом состоянии. Об этом неоднократно уже говорят профессиональные медицинские сообщества. Не случайно в курс обучения, в программу обучения медиков сейчас вводятся предметы правового цикла, безусловно. В общем-то, медицинское право, одним из основных положников, которым является профессор Сергеев, оно введено в курс обязательной программы для медиков сейчас, потому что предупрежден, значит, вооруженный. Медики одолжены, просто обязаны иметь какой-то базовый уровень правовых знаний, который позволит им более уверенно, более спокойно работать с учетом высоких рисков своей профессиональной деятельности. Это обязательно, потому что на практике, к сожалению, приходится сталкиваться с ситуацией, когда врачи не до конца понимают вообще, что попадают в проверку с серьезными возможными последствиями. Они не осознают того, что является предметом разбирательства правоохранителей. Для них это, казалось бы, рутинная работа, повседневная их практика, и вдруг в том или ином случае у нас, в общем-то, возникает серьезная процессуальная проверка с возможностью весьма сурового исхода в виде привлечения медиков с уголовной ответственностью. В общем-то, и растерянность медиков понятна. Они не верят, что такие исходы вообще реальны, что они могут наступить и случиться буквально с каждым из них. Поэтому тот момент, когда они начинают все-таки защищаться, он уже наступает порой достаточно поздно, когда исчерпаны какие-то возможности для того, чтобы, в общем-то, действительно себя защитить, привлечь на свою сторону профессиональное медицинское сообщество, привлечь специалистов, которые смогут внести ясность в какой-то конкретный клинический случай. Правоохранители, они не медики, они не профессионалы. Разобраться самостоятельно во всех интерспретениях медицины, конечно, они не могут. Они привлекают специалистов, они полагаются на мнение профессиональных медиков, студебно-медицинских экспертов, и, в общем-то, опираются достаточно серьезно на их компетентную оценку какого-то клинического происшествия. Вместе с тем, все-таки медикам необходимо, безусловно, профилактировать такие вещи, в том числе, в отношении своей повседневной деятельности, да, своей рутинной работой. Знать, каким образом, когда и как нужно защищаться, когда пора это делать, чтобы не было поздно, да, чтобы уже, в общем-то, мы не вышли на приговор фактически, когда масса возможностей уже бывает просто несвоевременно утраченной и так далее. Соответственно, о страховании профессиональной медицинской ответственности тоже речь ведется уже, в общем-то, не один год. Насколько мне известно, вносились предложения законодательный орган о введении профессиональной ответственности, профессиональной деятельности медика. Законопроект соответствующий вносился на рассмотрение Государственной Думы. Насколько я знаю, он года три уже, наверное, находится, даже больше, да, находится на рассмотрении, пока с неопределенным результатом. Вот это тот механизм защиты, который мог бы действительно сработать и помочь в случае необходимости. У медиков пока нет этого инструментария, пока они этого лишены. Профессиональные медицинские сообщества, как еще один достаточно серьезный фактор защиты, механизм защиты тоже, безусловно, не должны оставаться в стороне от этого. В последние годы, в общем-то, в высока в этом, в этом механизме защиты роль Национальной медицинской палаты, да, подпредседатель Стамблея Михайловича Рошаля, который действительно погружается в эти проблемы, которые действительно всемирно пытаются помочь, посодействовать, выяснить все-таки ту самую объективную истину, которую и правоохранители тоже ищут, да. Поэтому роль профессиональных медицинских сообществ, если дать им возможность работать, в общем-то, скажем так, полномасштабно, эффективно, она действительно очень высока. Но еще более существенной, значенной роли этих профессиональных медицинских сообществ, на мой взгляд, должна быть все-таки на этапе предшествующей инициированию процессуальной проверки, да, когда это происшествие только имело место быть и когда мы понимаем, что, в общем-то, возможно, возможно, конфликтная ситуация, которая, вот, инициируется изначально в стенах медицинского учреждения, по сути, да, конечно, нужно обязательно профессиональные медицинские сообщества ставить в известность о таких происшествиях, дабы на уровне, не доходящих до процессуальных разбирательств, не доходя до правоохранителей, разбираться, пытаться, по крайней мере, своими силами разограться в этой ситуации и не дать конфликту развиться дальше. На сегодня источником конфликта является конфликт отношений, как правило, межличностных отношений, как бы это ни звучало, в общем-то, сейчас, да, может быть, диссонансом, пациент-врач. К сожалению, если это летальный исход, то в дело вступают родственники погибшим пациента, которые на самом деле бывают даже более агрессивными и более категоричными, нежели сам пациент. Этот конфликт дорождается в стенах медицинского учреждения, я уже об этом сказала, не случайно. Есть возможность этот конфликт несколько купировать или загасить на начальной стадии. К сожалению, медицинские работники в своем уровне, они не имеют возможности подключиться к этому конфликту для того, чтобы дальнейшей его инициации не происходило. Ввиду своей высокой занятости, ввиду сложившейся какого-то межличностного неприязненного отношения между пациентом и врачом, либо родственниками и врачом, когда пациенты не хотят слушать медиков, не воспринимают никакие доводы в их оправдании, даже разумные и обоснованные. Понятно, что ситуации бывают разные, и критические тоже достаточно печальные, когда вот острый период, если, например, мы говорим сейчас о смерти родственника, конечно, родственники, находящиеся в остром периоде, если они не будут способны услышать сейчас медика и, в общем-то, попробовать принять его сторону. Там зашкаливают эмоции, эти эмоции выплескиваются, естественно, через край конфликта, подключается администрация медицинского учреждения, и, в общем-то, дальше все это разрастает, фактически как спрут, когда за этим следует обращение в правоохранительные органы, в надзорные органы, в органы Минздрава. И вот это вот возникают повсеместные какие-то параллельные проверки, которые выливаются в то, что медиков фактически лишают возможности работать, отрывают постоянно, выясняя одни и те же обстоятельства. Конечно, нужно предпринимать меры для того, чтобы этот конфликт пытаться загасить в начальной стадии. И, в общем-то, общаясь достаточно много с медицинскими работниками, с руководителями медицинских организаций, я как бы, тоже мы эти вопросы, конечно, болезненные для них обсуждаем, и, в общем-то, я предлагаю им в каждой конкретной медицинской организации постараться создать что-то типа комиссии по регулированию конфликтов, если можно так условно назвать, да, куда должны войти представители администрации медицинского учреждения, медицинские юристы, сейчас юристы есть в каждом медицинском учреждении, потому что, в общем-то, без юристов сейчас достаточно сложно. И правовые вопросы, которые к медицине, в общем-то, отношения не имеют, они должны выясняться, конечно же, разбираться профессионалами. И хорошо бы эту комиссию еще включить психолога, потому что межличностное общение, опять-таки, да, это очень серьезный такой аспект, который, в общем-то, может судьбу этого конфликта как и развить, так и, в общем-то, прекратить еще на начальной стадии. Пытаться все-таки донести до обостренных чувств родственников, да, то, что, в общем-то, действительно медицина крайне рискованная сверхпрофессиональной деятельности, здесь неизбежны какие-то неблагоприятные исходы лечения. Но медики, безусловно, сделали все возможное, использовали весь арсенал имеющихся возможностей для того, чтобы оказать медицинскую помощь пациенту, для того, чтобы спасти человека, помочь ему и так далее. В этом случае, в общем-то, я думаю, что количество вот этих вот самых жалоб и обращений уже в правоохранительные органы и в суды, оно, конечно, сократится само по себе. Но этим нужно заниматься, этому нужно такие вот, скажем так, примирительные процедуры, их нужно вводить, потому что, на мой взгляд, это достаточно эффективный метод для того, чтобы несколько вот этот вот процесс конфликта, да, ввести в такое управляемое русло. Итак, еще к причинам все-таки конфликтов, вот в сфере, в отношениях врач-пациент, что можно отнести? Я уже сказала о том, что неизбежно, к сожалению, несмотря на очевидный прогресс в медицине, количество осложнений не уменьшается, а продолжает увеличиваться. Далее, число жалоб, оно как снежный повод, знаете, как некое такое инфекционное заболевание, да, раз жалоба, два, она как-то, в общем-то, информация о том, что, в общем-то, происходит какие-то разбирательства по конкретному клиническому случаю начинает очень быстро распространяться, и, в общем-то, люди даже порой не склонны к каким-то выяснениям, они начинают вспоминать, что и у них какие-то претензии к медикам в свое время возникали, а, в общем-то, и не выяснить ли сейчас все это, не пролит ли след на происшествия каких-то там. У нас действительно в практике бывают случаи, когда по истечении двух и даже трех лет после того, как, в общем-то, случился неблагоприятный исход лечения, родственники решили вернуться в прошлое и попытаться через правоохранителей выяснить, что же там было на самом деле, а не виноват ли медик в том, что мой родственник погиб 20 год назад, да, такие случаи действительно есть, здесь речь не идет об обостренных чувствах, когда вот это только-только произошло, да, а вот это какая-то массовая такая зараза, которая захлестывает общество и заставляет порой правоохранителей окунаться в дела давно ближе дней. Об увеличении количества жалоб и обращений в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи свидетельствуют и статистические данные, в частности, Бюро судебно-медицинской экспертизы, который проводит комиссионные судебно-медицинские экспертизы с дефектов оказания медицинской помощи. Это то самое профессиональное сообщество специалистов, которые призваны помогать правоохранителям разобраться в общем-то в тонкостях и сложностях клинических происшествий, они ведут свою статистику, свои учеты и, в общем-то, цифры последних лет показывают неуклонный рост количества проведенных экспертиз, причем как в рамках уголовных дел, так и в рамках гражданских разбирательств. Да, потому что, в общем-то, пациенты, их родственники, имея широкий доступ к производству, напрямую могут с исковым заявлением обратиться в суд о том, чтобы, в общем-то, привлечь медицинское учреждение к ответственности и возместить им причиненный и качественным лечением вред, а также потребность компенсации морального ущерба. Количество гражданских дел в судах неизменно больше, нежели рассмотрение уголовных дел, поэтому, в общем-то, это, кстати, является одной из предпосылок все-таки ухода от уголовно-правовой оценки клинических происшествий. Есть довольно смелые и, на мой взгляд, очень правильные предложения декриминализировать витрогенные преступления и перевести их в плоскость административного или гражданского разбирательства. Но на этом вопросе мы с вами чуть позже остановимся. А сейчас, собственно, вот несколько вернемся к источникам конфликта, я уже заявила о том, что, в общем-то, завышенный уровень притязаний пациентов, завышенные ожидания от медицины, они имеют место быть. На самом деле, вот медицина, которая существует здесь и сейчас в крупных мегаполисах, в частности, в Москве, и медицина, которая существует на периферии, это большая разница. Следователи, которые приезжают к нам на учебу, они прекрасно представляют реалии своего конкретного региона, они порой даже не понимают, о чем говорят врачи московских клиник, потому что им даже в голову не приходит, что такое вообще бывает, что такое может быть сейчас. Все-таки медицина мегаполисов в Москве, в частности, она на очень высоком уровне сейчас по сравнению с региональной медициной. Хотя, конечно, такие национальные проекты, например, как модернизация здравоохранения, она коснулась регионов тоже, безусловно, получили возможность наши областные клиники уездные переоснаститься, получить новое оборудование, качественно, эффективное, обучиться работе с этим оборудованием. Безусловно, конечно, это после такого глубокого кризиса, который сложился в отрасли, нулевые годы, это, безусловно, огромный шаг вперед. Но, тем не менее, проблем на периферии остается намного больше, и эти проблемы там решаются весьма порой специфически. Отлично, радикально отлично от московских путей и механизмов на решении этих проблем. Далее, в общем-то, наверное, такие несколько политические моменты мы обсуждать не будем, касаемые реформирования в общем-то здравоохранения. Ну, не будем, наверное, потому, что наши возможности повлиять на это как-то ограничены. Поэтому мы с вами существуем в тех релях, которые есть на сегодняшний день. Тем не менее, сейчас очень активно идет процесс правового регулирования медицинской деятельности, так называемая стандартизация здравоохранения, которая состоит в том, что разрабатываются целевые нормативные правовые акты, которые медицинскую деятельность пытаются регламентировать, унифицировать и урегулировать. С одной стороны, это удобно, очень удобно для юристов, для которых, в общем-то, объектом их работы являются, как правило, документы, в том числе нормативные правовые акты. И те сверхдеятельности, которые нормативно урегулированы, конечно, являются наиболее, скажем так, простыми и прозрачными для разбирательства. Но проблема в том, что медицина, ввиду, опять-таки, свои специфики, она с трудом поддается вот этому самому нормативному регулированию. Да, конечно, у нас есть базовые документы, которые пытаются стандартизировать медицину, но предусмотреть, в общем-то, огромное многообразие вариантов развития событий при оказании медицинской помощи пациенту, предусмотреть все возможные сторонние факторы, которые могут повлиять на его состояние и на исход лечения, конечно, невозможно. Поэтому полностью загнать медицину в драмативные рамки мы не сможем никогда и ни при каких обстоятельствах. Более того, прогресс в медицине тоже достаточно скоротечен, и те нормативно-правовые акты, которые, например, действуют на сегодняшний день, да, я говорю о стандартах медицинской помощи, порядках оказания медицинской помощи, национальных клинических рекомендациях, они очень быстро морально и фактически устаревают, потому что требуют достаточно систематического и частого обновления. Поэтому, с одной стороны, наличие этих нормативно-правовых актов очень облегчили бы, в общем-то, наверное, существование и работу как медиков, так и юристов, но и, безусловно, существенные минусы к такому вот нормативно-правовому регулированию, они есть, от них не уйти, и они не позволяют, в общем-то, загнать медицину в рамки. Это факт, от этого никуда не деться. Можно у вас вопросы? Да, конечно. Прошу прощения сразу, да, по поводу вопросов, я очень приветствую диалоговую форму проведения занятий, поэтому, если у вас есть вопросы, какие-то предложения к обсуждению, сомнительные моменты, пожалуйста, буду очень рада с вами это обсудить. Спасибо огромное. Можно вернуться на следующий предыдущий слайд? Тут у вас написано число жалоб и низков пациентов по поводу качества и безопасности оказания медицинской помощи, абсолютно согласна. А вот скажите, у вас есть ли статистика или в целом какое ощущение, ведь сейчас огромное количество пациентских организаций, лига пациентов и так далее, то есть вот такие коллективные, так сказать, жалобы от НКО, это есть или этого нет? Вы знаете, для нас, для правоохранителей, в общем-то, не важно, откуда поступает жалоба, если такая информация вообще попадает в поле нашего зрения, по ней проводится проверка, всестороннее полноценное разбирательство, поэтому кто-нибудь... Ну, то есть вы не сортировали, что вот отдельно от НКО, отдельно от пациентов? Мы их не делим. Это обращения могут быть как коллективные, так и индивидуальные. Для нас это абсолютно не имеет никакого значения, потому что правовые основания комбинциации проверки имеются в любом случае, мы ни в коем случае не игнорируем такие значения. А тогда вот эти коллективные жалобы, то есть, как правило, на что жалуются, то есть, когда коллективные жалобы пациентские? Вот, если честно, я в своей практике с коллективной жалобой не сталкивалась ни разу, скорее всего, коллективные жалобы, наверное, по логике поступают больше в надзорные органы, да, как в ведомственные надзорные органы, так и общим надзором, например, ту же прокуратуру. Какие-то, наверное, все-таки обобщения там приводятся, может быть, по деятельности конкретного медицинского учреждения, может быть, по какой-то неурегулированной сфере в конкретном регионе, например, я допускаю, что это такое. Но вот такие точечные случаи частные, конкретных каких-то неблагоприятных исходов лечения, это все-таки больше индивидуальное обращение пациентов либо их родственников. Продолжим? Я уже упомянула о том, что межличные отношения врача и пациента крайне важны, как бы абсурдно это ни звучало. С одной стороны, врачи делают свою работу, да, и есть даже такое высказывание, некоторые медики, я слышу от некоторых медиков это, мы не должны пациентов любить, мы должны их лечить. С одной стороны, некоторые цинизы об этом проскальзывают, да, а если вот так вот задумываться, сколько пациентов у врача, да, сколько, в общем-то, людей он через себя пропускает ежедневно, ежечасно, то, конечно, в общем-то, никаких моральных сил не хватит на то, чтобы уделять требуемое пациента, как по мнению пациента, да, требуемое ему внимание. Но с другой стороны, процесс оказания медицинской помощи неизбежно сопряжен с очень тесным, если хотите, даже интимным общением врача и пациента. На этой почве неизбежно возникают межличностные отношения, от этого никуда не уйти. И не секрет, что, в общем-то, 80% наших разбирательств выясняет, в общем-то, приводит к тому, что пациенты имеют претензии к врачу нисколько по ненадлежащему оказанию медицинской помощи, а порядка 80% это именно отношения к межличностному характеру. Как часто мы видим, да, в этих жалобах и обращениях нагрубили, нахамили, не разъяснили, проигнорировали, это же не на пустом месте возникает, это действительно есть. И вот эта вот такая составляющая, межличностная, она, конечно, важна в медицине крайне, потому что не случайно мы с вами знаем о том, что есть некоторые возможности психотерапии, да, даже в лечении соматических заболеваний, а источник как раз вот в этом. И исследователи, которые, в общем-то, занимаются проведением проверок, расследованием уголовных дел в отношении медицинских работников, говорят о том, что люди не скрывают того, что если бы даже в такой клинической ситуации с ним бы несколько по-иному обошлись, выслушали лишний раз, да, что-то пояснили, растолковали, как-то по-другому бы среагировали, посмотрели, пощупали, погладили там, да, всем люди, всем нам хочется тепло и ласки, то исход был бы совершенно другой. Даже несмотря на объективно ненадлежащим образом оказывать медицинскую помощь, конфликт был бы сглажен, безусловно, именно вот теплотой общения. Поэтому следователи наши говорят о том, что нам приходится вот этих вот пациентов, которые обращаются с жалобами, с заявлением, нам приходится их изначально просто выслушивать, да, когда у людей наболело, когда накипело, когда хочется просто высказаться, и вообще-то претензии в этой сфере, они не молочительны, поверьте. Кому тогда нужно идти, извините, врачам, которым нахамили и нагрубили те же самые пациенты? Тогда если бы каждый врач обращался со своей конфликтной ситуацией по поводу того, как с ним разговаривают пациенты, когда заходят в кабинет, я даже не знаю, что бы перевешивало в данной ситуации. Я совершенно с вами согласна, да, и вот эта вот проблема межличностного общения, она, конечно, посторонняя, потому что и пациенты сейчас непростые, так совсем. Они считают, что они лучше врача знают, как лечить, что лечить, не стесняются диктовать ему это, будучи напичканными, напичканными, сомнительными знаниями, да, полученными в интернете и в других доступных местах. Поэтому, считая себя профессионалами, они идут в этот прием, собственно, в претензии на то, чтобы дать совет врачу, потому что он лучше знает, как его надо лечить, да, и он не стесняется об этом прямо сказать, а если что не так, то, соответственно, врач выслушает много всего интересного по себе, да. Поэтому, конечно, проблема двусторонняя, проблема двусторонняя, и решать ее нужно тоже, конечно, комплексно, двусторонняя. Не получается самим, давайте привлекать специалистов, давайте общаться с психологами вместе, давайте хотя бы, не знаю, даже, у меня, в общем-то, следователь, кто специализировался на этих делах, они уже сами стали психологами, немножко, и медиками, и третейскими судьями, всем кем угодно, потому что им приходится тоже в очень непростой обстановке работы, да, у каждого своя правда, люди очень агрессивны друг другу, в общем-то, следователь оказывается, как между двух огней, и у него своя специфика работы по разбирательству таких дел. Вы знаете, даже медиаторами, они становятся неспешно, правда? Да, процедура медиации, она фактически сопровождает все такие разбирательства, это да. Что хотела сказать? В течение последних, наверное, двух лет около того, в некоторых подразделениях Следственного комитета вводится такая внутренняя специализация, да, то есть есть специально подготовленные исследователи, которые занимаются разбирательством именно происшествий в сфере профессиональной медицинской деятельности. На мой взгляд, это очень правильно, потому что такие дела нельзя пускать в общем потопу, они весьма специфичны, они требуют несколько иного базового уровня для того, чтобы компетентно в этом разобраться. Поэтому, в общем-то, специалисты в этой области тоже у нас сейчас есть, которых мы специально готовим, обучаем и, в общем-то, доводим им все абсолютно актуальные позиции, да, в том числе и прокуратуру и суда по этим вопросам. Потому что здесь тоже нет однозначной позиции, однозначной оценки. У нас масса своих трудностей. и таких трудностей. Дальше. Ряд еще признаков, которые способствуют развитию инициации конфликтов в системе врач-пациента. Недостаточная информация о пациентах, да, люди порой не понимают, что с ними делают, зачем и почему. Конечно, им требуется разъяснение на доступном уровне. Не все, к сожалению, медицинские работники, я не знаю, потому что они там, в общем, невнимательны к пациентам, а не все медицинские работники имеют возможность просто достаточное время делать пациенту, в том числе и на разъяснение каких-то нюансов. Хотя от них этого требует, да, в общем-то, и профессиональный долг для того, чтобы пациенты понимали, что с ними происходит. Имеют место быть также необоснованные претензии, когда они надуманы, когда они гипертрофированы. И, тем не менее, это тоже является предметом разбирательства. Затем, взаимное перекладывание вины. Здесь тоже есть такая тяжба между врачами и пациентами, да, я уже сказала о том, что, в общем-то, у нас сейчас есть тенденция к самолечению, в виду определенных причин. Соответственно, со стороны пациентов тоже имеется масса нарушений, которые способны привести к неблагоприятному сходу лечения, да. Конечно, это и позднее обращение за медицинской помощью, конечно, это и нарушение, назначение врача, нарушение, режима пребывания в медицинском учреждении. Казалось бы, ничего страшного, да, и пациенты не воспринимают такие нарушения, как серьезные, как могущие подлечь какие-то последствия. Вместе с тем, это порой приводит к результатам, которые абсолютно не управляемы со стороны медицинского работника, да. Дальше. О некоторой категории родственников пациентов я уже сказала о том временном периоде, когда родственники находятся в остром периоде, так называемом, да, когда эмоции зашкаливают, здравый смысл где-то у нас на зазорках остается. Но некоторые родственники на самом деле сами по себе склонны к такому сутяжничеству, да, к консумеризму и так далее, что, безусловно, их, скажем так, активирует к обращению во все инстанции, для того, чтобы попортить жизнь медиков. Хотя, в общем-то, причина, она, в общем-то, может быть совершенно несущественная. Глубинные причины возникновения конфликта, да, это то, что сначала мы с вами рассмотрели то, что лежит на поверхности, а теперь все-таки некие фундаментальные такие базисные основы, которые, в общем-то, тоже влияют, безусловно, на конфликтную ситуацию. Высокие профессиональные риски, о которых я уже сказала, они характерны для всех абсолютно периодов, абсолютно для всех стран мира, даже с достаточно высоким уровнем развития медицины. Далее, степень рисков и способность к рискам, в общем-то, исторически отличали российскую медицину, советскую медицину, да, русскую медицину в свое время. Врач, безусловно, на это должен быть сознательно, пытаясь использовать даже небольшой шанс, который, возможно, существует для того, чтобы спасти пациента и помочь пациенту. Сейчас тенденция усугубления отношений в профессиональных сообществах, она ведет к тому, что вот этот вот уровень риска медицинские работники сейчас пытаются сознательно снизить. То есть, фактически, руководители медицинских учреждений уже сталкиваются с проблемой, когда врачи крайне неохотно идут на риск, предпочитают уйти от этого для того, чтобы, да, потому что высокие риски, они, безусловно, почему и называются рисками, они чреваты возникновением различных нештатных непредвиденных ситуаций, тех самых осложнений, неблагоприятных исходов и так далее. Поэтому надо обладать определенной смелостью для того, чтобы пойти на этот риск и попытаться его использовать, даже если вероятность благоприятного исхода здесь не сильно высока. И, в общем-то, современные тенденции ведут к тому, что врачи от риска отказываются. Они предпочитают не идти, не вступать в такие опасные отношения, да, дабы потом не быть, скажем так, в результате разбирательства. И вот я говорю о том, что я общаюсь с руководителями, с главными врачами в больнице, с самими медицинскими работниками. И, в общем-то, проблема буквально вот в давности, там, двух, трех, четырех недель. Понятно, что после определенного шумевшего уголовного дела в отношении Елены и Сюрины пришли к тому, что медики прямо чуть не протесты какие-то, да, устраивают, что почему мы должны заниматься сложными пациентами, когда, в общем-то, невелика вероятность благоприятного исхода, давайте мы все-таки оставим все как есть, давайте не будем рисковать, давайте избежим возможных в дальнейшем осложнений, которые с большей вероятностью у нас тут, да, именно в виде разбирательства. Это есть, уже и приходится это преодолевать. Ну, в общем-то, у меня такая напряженная микроклима тоже, да, в самом медицинском сообществе, в медицинском коллективе, в конкретном учреждении, он создается в связи с этим. Дальше, агрессивная некомпетентность пациентов. Почему агрессивная, это я уже сказала, да, когда они, приходя на прием, уже сами знают, что с ними, что должен делать медик, как лечить, что им означать и так далее и тому подобное. Дальше, низкая квалификация современных врачей и их этика правовая культура. Но я, честно говоря, всегда ставлю на позиции, несмотря на то, что я правоохранитель, да, я ставлю на позиции все-таки защиты врачей. Потому что тяжесть их труда и высочайшую ответственность можно оценить, наверное, только если вы действительно детально сталкиваетесь с этим каждый день. И, в общем-то, в моих глазах, да, и я учу это у своих коллег, медики должны как раз истыраться, наоборот, с неким таким вот спасителем, да, если можно, с неким таким... В общем, с человеком исключительно высоких моральных, страстных принципов, да, с человеком грамотным, знающим, с человеком исключительно компетентным, которому нужно доверять. Не просто можно, а нужно доверять. Поэтому исходить нужно, конечно, из этого, но практика показывает, что действительно упущение в базовом образовании в медицине сейчас и есть. Упущения эти достаточно серьезные, не всегда они могут быть компенсированы уже в процессе профессиональной деятельности. Конечно, это есть. И, в общем-то, даже оценки самих же медиков, вот некоторых своих коллег, исходя из реальных, да, некоторых клинических происшествий, в общем-то, приходится слушать даже такое, что, знаете, вот сама в руки оторвала, да, так говорят коллеги, так говорят судебно-медицинские эксперты, когда, в общем-то, вникают в особенности в случае и понимают, что то, что сделал медик в этой конкретной клинической ситуации, конечно, было ни в коем случае недопустимо, это было неправильно, это был тот самый дефект, который, в общем-то, исключительно обусловлен субъективными факторами, то есть недостаточностью знаний, умений, навыков медика. И послужил причиной наступления неблагоприятных исходов. Политические моменты опустят, да, будем политикорректными, поэтому реформы здравоохранения обсуждать не будем. Ну и, собственно, приведение медицины к некому международному уровню, да, в общем-то, тоже, наверное, вопросы такие системные, вопросы самого высокого уровня, на который мы со своей стороны поверять, наверное, сильно не можем. Возможные варианты развития конфликтов врач-пациент, да, по практике врача, по практике клинициста, наиболее вероятные варианты развития событий следующие. Конфликты, возникшие на почве отсутствия доверия к врачу. Вопрос о том, что я сказала, что медику нужно доверять, да, потому что если мы не будем, то команды. Общение с пациентами, для которых конфликт источник дохода. Это вот та агрессивная среда родственников, да, которые склонны к сутяжничеству, к консюмеризму, к оберулянту, сутяге, для которых, в общем-то, стиль жизни — это опивание порогов по инстанции, обжалование всего, чего можно. Такая категория тоже есть. И здесь именно в медицинских происшествиях она очень четко прорисовывается. Конфликты, возникшие из-за дефектов показаний медицинской помощи. Но вот это достаточно серьезные посылки, да, когда это действительно дефекты, когда они таковыми уже установлены и подтверждены самим же профессиональным медицинским сообществом. И, в общем-то, вот эти конфликты, они действительно обоснованы. В отличие от двух других групп конфликтов, они наиболее, скажем так, серьезны, требуют более тщательного подхода, разбирательства, и они чреваты более серьезными посредствами, в виде в том числе и привлечения медико-какого-назначенности. Так, ну, сильно, наверное, выбираться в эту сферу конфликтов мы не будем. Теперь о статистике. Современное состояние нейтрогенной преступности, в общем-то, это официальные данные статистики Следственного комитета, потому что большая часть нейтрогенных преступлений расследуется именно следователем Следственного комитета. Несмотря на то, что, я вам чуть позже покажу эту группу преступлений, которые условно к нейтрогенам относятся, да, несмотря на то, что они относятся к последствия разным правоохранителям, так получилось, что большая часть этих происшествий, этих статей, этих уголовных дел оказывается все равно у следователей комитета. Поэтому мы уже, в общем-то, скажем так, привыкли к этому, мы уже воспринимаем всю медицину, всю нейтрогенную преступность как нашу, нашу, но нашу, несмотря на то, что там есть и статьи последствий с других правоохранительных органов. И поэтому мы, в общем-то, действительно специализацию такую ввели. Это оправдано, это, в общем-то, показало, сложило положительную практику их расследование. И, наверное, действительно такое решение стоит и в дальнейшем, в общем-то, практиковать. Итак, теперь, что касается цифры. Я привела данные за последние три года, 2015, 2016 и 2017 годы. В этой таблице приведены сведения, соответственно, по различным критериям оценки. Если мы посмотрим на первую строку, количество поступивших сообщений о совершении нейтрогенных преступлений. Это вот те самые жалобы, обращения, сообщения, которые поступают в следственный комитет и которые требуют проведения процессуальной проверки. Обратите внимание, 2017 год, 6050. Конечно, на фоне общего количества обращений цифры незначительные, но мы их будем сравнивать друг с другом, чтобы было все это логично. Посмотрите, все-таки тенденция к нарастанию, такая стойкая, она наблюдается в течение последних трех лет абсолютно очевидно. Далее. Принято решение о возбуждении уголовных дел. Это количество возбуждений в 2017 году уголовных дел связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Обратите внимание, цифра 2017 года, да, достаточно серьезно увеличилось количество возбуждений уголовных дел по таким фактам по сравнению с предыдущими годами, где уровень оставался примерно одинаковым. Далее. Находилось дело в производстве. Что это означает? Это означает, что к вновь возбужденным присоединились те, которые перешли с предыдущего периода. Не секрет, что уголовные дела такой категории являются наиболее сложными и длительными в расследовании. Это связано с некоторыми объективными причинами, поэтому сроки расследования таких дел могут, в общем-то, превышать и даже один год. Поэтому вот эти вот перетекшие с предыдущего периода дела, они, в общем-то, количество, общее количество находящихся в производстве дел существенно увеличены. Далее. Окончено уголовное дело. Обратите внимание, здесь два подпункта. Направлено в суд с обвинительным заключением и прекращено. Итак, по оконченным уголовным делам в 2017 году превысили эти дела 1000, да, 1998. И посмотрите, пожалуйста, направлено в суд для рассмотрения по существу, да, то есть с обвинительным заключением для того, чтобы произошло полноценное судебное разбирательство. Всего 175 дел. Это порядка 10%. Вот, если мы, допустим, посмотрим на число возбужденных в 2017 году, да, это порядка 10% от возбужденных. А если мы посмотрим на общее количество находящихся в производстве, и того меньше, да. То есть не нужно говорить о том, что следователи безразборно всех подряд, к ответственности привлекают, вам лишь бы сажать, что вы только не наслушались, на самом деле, да, что могут такие плачить, что там 37-й год и так далее. Вот обидно, честно. На самом деле цифры в данном случае наиболее красноречиво отражают обстановку. Никаким мы не плачем, да, и, в общем-то, никакой охоты на ведьм мы не ведем. Мы абсолютно объективно, абсолютно обоснованно, законно разбираемся с каждого происшествия. И вот это вот количество направленных в суд дел, оно, в общем-то, достаточно красноречиво свидетельствует о такой именно позиции. Более того, я вам сейчас несколько забегаю вперед, да, еще последнюю строчку покажу, количество вопросов в судном виде. Итак, мы с вами остановились на том, что только лишь порядка 10% уголовных дел от всех находящихся в производстве доходят до суда для рассмотрения по существу. Дальше. Посмотрите на количество прекращенных уголовных дел. Да, по сравнению даже с вот этой цифрой, существенно, да, разница. Это значит, что по результатам разбирательства, по результатам расследования следователь приходит к выводу о том, что медицинский работник невиновен, упричастен или вообще никакого преступления там не произошло. Да? Это могут быть несчастные случаи, осложнения, врачебные ошибки и прочее то, что не является наказуемым в юридическом плане. Вот эта цифра тоже имеет весьма важное значение, да, и, в общем-то, она, чем больше эта цифра для нас, тем, конечно, наверное, лучше, да, потому что мы понимаем, что, в общем-то, не так много медиков действительно совершают, допускают серьезные дефекты, которые, в общем-то, приходят к уголовным делам, и по результатам наших обсуждательств мы понимаем, что, в общем-то, в профессиональном поле вот эти конкретные специалисты работали абсолютно правильно. У нас вопрос? Да, это статистика по всей Российской Федерации. Да, это статистика по Российской Федерации, потому что подразделение Следственного комитета у нас по всей стране. Соответственно, вообще... Значит, суд 175, это значит по всей стране, по всей стране. Да, это по всей стране. Соответственно, да. В некоторых регионах по нулям, да, то есть они такие И в некоторых регионах небольшое число вообще обращений и процессуальных проверок проводится. Есть некоторые регионы, где интенсивность таких обращений выше. Это цифра по стране средней. Далее, число лист признанных потерпевшими. А вот тут я немножечко вам хочу пояснить вот такие вот данные. Смотрите, раньше у нас учет ввелся вот, откуда вот такие цифры, почему они столь разительно ссормируют с этими. Раньше мы потерпевших считали по всем делам, которые находились в производстве. Представьте, например, вот, вот и вот. Но цифра несколько была искаженной, потому что на самом деле тут направляется для разбирательского по существу, то есть там, где подтвердилось преступление, там, где подтвердилась и установлена вина медицинского работника в совершении этого преступления. Вот таких дел всего, вот оно, сейчас столько было, столько и столько. Вот правильно, конечно, считать потерпевших только по этим делам тех пациентов, которые действительно пострадали в результате совершения трагедных преступлений. Вот эта цифра, конечно, в действительности не отражала, поэтому мы перешли на иную систему подсчета, да, оценки этих показателей. Вот эта цифра, конечно, реальна и она соответствует действительности. Поэтому операция нужна на эти данные. Вот такие вот цифры, они, кстати, тоже были, скажем так, были предметом пристального внимания представителей средств массовой информации, да, в том плане, что как же так правоохранить, у вас столько потерпевших от медицинских преступлений, а вы бездействуете, вы недорабатываете. То есть нападком мы тоже подвергаемся не меньше медицинских работников. Тоже нам приходится, в общем-то, определённый ушаг нехорошей информации у себя получать. Поэтому, конечно, вот объективные цифры есть. Далее. Из них погибло, то есть это те исходы, которые связаны с наступлением лета, да, в медицине. То же самое, цифра скорректирована, да, по тому же самому принципу. Из них несовершеннолетних детей мы считаем, конечно, отдельно. Это наша особая категория, предмет нашего особого пристального внимания правоохранителей. Поэтому, конечно, детишек мы считаем отдельно. Число обвиняемых по направленным в суд делам – это количество медицинских работников, которые привлечены к ответственности и, в общем-то, дела, по которым направлены в суды. Обратите внимание, в общем-то, вот эта цифра за последние два года более-менее стабильна, да. И ещё, если мы посмотрим на количество направленных в суд дел, с обвинительными заключениями, то у нас получается, да, цифры не бьются. Соответственно, у нас по одному уголовному делу могут привлекаться несколько медицинских работников, да. Это когда вот допущенные дефекты, они интервью, системные, комплексные и так далее. Число оправданных судом лиц, либо в отношении которых дела прекращены судом. Обратите внимание, да, цифры вот это и вот это. Я вам хочу сказать, что ни по одной другой категории уголовных дел нет такого количества оправданных лиц. У нас вообще процент оправданных приговоров в стране достаточно скромный, да. Но по этой категории дел их больше всего, да. Это говорит о том, что, безусловно, особо тщательно, особо внимательно суды разбираются с такими делами. Поэтому я не могу сказать, что эти цифры — это наша недоработка ни в коем случае, да. Это вот как раз та самая объективная истина, которая или нами, или судом мы всё-таки устанавливаются. Следующая табличка, которую я хотела бы вам показать, она представляет нам распределение по статьям Уголовного кодекса вот той информации, которая с предыдущей таблички прошла. То есть по каждой норме, сколько в эти годы было возбуждено и расследовано уголовных дел. Но, безусловно, лидер в категории ядрогенных поступлений — это, конечно, статья 109 Уголовного кодекса Российской Федерации и причинение смерти по неосторожности. Вторая часть говорит нам о том, что в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. На самом деле, если вы весь поштудируете Уголовный кодекс, вы, в общем-то, не найдете там указания на медицинского работника вообще. То есть медицинский работник как субъект преступления в нашем Уголовном кодексе не фигурирует вообще напрямую. Слово, может быть. Соответственно, говорить о том, что врач — специальный субъект, нам не приходится. Но у нас в Уголовном кодексе есть ряд норм, которые традиционно относят к категории ядрогенных преступлений. Это некое такое собирательное понятие. Потому что по этим статьям, как показывает практика, наиболее часто квалифицируют деяния медицинских работников. 109-й, безусловный лидер, да, если мы посмотрим на цифры, то, конечно, эта статья у нас лидирует как наиболее применимая в сфере медицинской деятельности. Эта статья относится к категории неосторожных преступлений, когда содеянное медицинским работникам совершается по неосторожности. Конечно, логично и закономерно. Потому что, честно говоря, вот я с трудом могу представить себе медицинского работника, который, используя свои профессиональные навыки и знания, именно при оказании медицинской помощи умышленно причиняет пациенту какие-то телесные повреждения, либо даже слез. Но вы меня простите, это уже чистый криминал, да? И говорить о неосторожных преступлениях в этом случае нам, конечно, не приходится вообще. Поэтому нет таких медиков. Я абсолютно в этом уверена, что свои профессиональные навыки они не используют для сведения личных счетов с пациентами. Конечно, нет. Конечно, нет. Хотя мне, как бы, такой гипотетический, да, случай привел один из моих приятелей, судмедэксперт сам, да, который говорит о том, что а если оперирующий хирург в своем пациенте узнал любовника жены, он же может его во время операции почикать? Ну, чартически, конечно, может. На практике нет. Абсолютно убеждена, что нет. Поэтому медики, конечно, это у нас абсолютно не криминальная среда. И вообще, на самом деле, вот так, если абстрагироваться дико, да, когда мы говорим о том, что мы медиков привлекаем к уголовной ответственности. Это опять к вопросу о том, что необходимо перевести пласт этих медицинских правонарушений все-таки в другую плоскость, а не в уголовную правовую. Продолжаем. 109-я статья, часть 3-я. Она отличается только последствиями, когда смерть наступила для двух и более лиц. Далее. Следующая норма. 118-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение тяжкого вреда здоровья при неосторожности. Тут, слава богу, о лентальности мы не говорим, да, это как правильная инвалидизация пациента. Та же самая вторая часть. Следствие не надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Дальше. Статья 122-я Уголовного кодекса Российской Федерации. Заражение ВИЧ-инфекцией. Четвертая часть нас нацеливает, опять-таки, на профессиональную сферу. Но не медицинскую, а вообще профессиональную. Но, конечно, не секрет, что медицина наиболее, скажем так, удачная сфера для того, чтобы иметь возможность пациента заразить. Но, конечно, ни в коем случае, опять-таки, это происходит. Далее. Статья 124. Не оказание помощи больному. Некоторые считают, что вот эта статья, как нельзя, наиболее профильная, да, медицинская деятельность, и, фактически говоря, о неоказании помощи, мы имеем в виду оказание и не оказание именно медицинской помощи. Несколько ошибочное толкование нормы. Потому что законодатель, когда формулировал ее таким образом, он не имел в виду только медикам. У нас есть еще группа субъектов, да, группа товарищей, которые обязаны в силу своей профессиональной зависимости, в силу своей должности, в силу определенных возникших обстоятельств, оказать помощь человеку. Хорошо. Речь идет не только о медицинской помощи, да, а о помощи вообще. Мы должны знать, потому что мы эту статью рассматривали. Вот в диалоге, если возможно, скажите, пожалуйста, какие службы имеются в виду? Кто еще может быть привлечен к ответственности по 124-й статье неоказания помощи больным? А водители на дороге, просто имеющие помощь, тоже могут быть? Вот. Упожарные. Совершенно верно. Сотрудники полиции обязательно, да, их тоже обучают навыкам оказания первой помощи. Понятно, что доврачебные, да, у них есть специальный курс подготовки. В федеральном законе о полиции прописано, что они обязаны это делать, да. То есть у нас есть ряд лиц, на которых закон возлагает такие обязательства. Поэтому далеко не медиками, не только медиками ограничивается, в общем-то, возможность применения данной нормы. Далее. Тоже 124-я, только вторая часть с последствиями десмерти потерпевшего. Дальше. Статья 238-я. В последнее время скандально известная, по-другому не скажем, да. Очень сомнительная норма в отношении ее применимости к медицинской действенности. Здесь должно наличествовать определенное количество условий для того, чтобы 238-я заработала в медицине. В общем и целом, если мы возьмемся анализировать детально эту норму, я в последнее время на нее под силу, на 238-ю, ну и в связи с последними событиями тоже, конечно, да. Я пришла к выводу, что она лишь формально, может быть, к медицине применена. На практике наличие всех этих критериев, всех этих составляющих, которые позволяют нам ее применять, именно в том аспекте, который законодатель закладывал в эту норму, да, практически не бывает в медицинской действенности. Именно поэтому, в общем-то, понятна реакция, такая бурная реакция медицинского сообщества на осуждение Елены Миссулиной по 238-й статье, да. На самом деле, конечно, вот такой вот искрой, которая, в общем-то, послужила такой бурной реакцией, послужила, наверное, все-таки назначенной наказатой, да. Потому что, да, 238-й в медицине все-таки встречаются, в судах они проходят, когда назначают наказание в виде там условного лишения свободы, да, или каких-то там иных санкций, то проходит это как правило незаметно. Но здесь диссонировало то, что врачу за выполнение его профессиональных обязанностей назначили наказание в виде реального лишения свободы. Конечно, это не могло оставить, коллег, равнодушными, да, и вот это послужило причиной столь массовых волнений, да, таких вот яростных протестов медиков, всего медицинского сообщества, именно к такой оценке, к такой правовой оценке их деятельности. Поэтому 238-я очень статья нетипичная для медицинской деятельности. Крайне аккуратно с ней нужно поступать. А почему? Потому что вот эта статья одна из немногих, которые, в принципе, применяются, да, мышленная. То есть она совершается с умыслом, медицинский работник должен осознавать, что он делает, предвидеть наступление неблагоприятных последствий, в том числе, и желать, либо допускать наступление таких последствий. Я еще раз говорю о том, что я с трудом представляю эту медицину. И, в общем-то, детальный анализ составляющих, наверное, приводит к тому, что она неприменима к медицинской деятельности. Но, тем не менее, факты есть. А что самое печальное? Почему применили Кудилу Ирина Весельевна? Потому что просрочили предыдущую? Почему? Ну, я тут, если рассмотреть немножко, пожалуйста. Да, если мы сейчас вот так вот проанализируем из тех данных, которые стали доступны, да, в связи с общественным резонансом, в связи с расследованием этого уголовного дела, не зная, как бы, материалов с первоисточники, да, очень трудно давать какие-то оценки, оперировать. Я не стала бы категорично, но порассуждать, конечно, нам ничего не мешает, в общем-то, как ученым, как практикам. Вопрос в том, что изначально, насколько мне известно, это дело было возбуждено по статье 109, часть 2, да, вот этот лидер, да, по квалификации медицинских происшествий. Расследование велось достаточно долго, была попытка направить это дело в 2016 году в суд, дело было судом возбуждено. Затем, у нас есть такое понятие, как срок давности преступления, да. Соответственно, я упомянула о том, что 109 статья, поскольку она является неосторожной, она и срок давности имеет небольшой. Этот срок давности составляет 2 года, и, собственно, он истекал в период расследования данного уголовного дела. По-хорошему, по-хорошему, следующие логичные шаги, которые должен предпринять правоохранитель, когда истекает срок давности, нужно предложить сторонам прекратить это уголовное дело за истечением срока давности. Есть такое правовое основание. Естественно, разъяснить, что это значит, да, каковы правовые последствия и так далее. Стороны, как потерпевший, так и подозреваемый, обвиняемый, имеют право возражать против такого основания прекращения. Почему? Сейчас я вам объясню. Дело в том, что прекращение по истечению, в связи с истечением срока давности является нереабилитирующим основанием, конечно. Соответственно, все равно остается неудовлетворенность лица, привлекаемого к ответственности, да, тем, что, возможно, какие-то моральные обвинения с него не сняты. Хотя юридически, да, он уже никаких последствий негативных претерпевать не будет. Но вот эта вот внутренняя моральная неудовлетворенность результатом разбирательства, она остается, она препятствует тому, чтобы с этим согласиться. Особенно в тех случаях, когда медик действительно убежден в своей виновности, когда у него есть цель ее доказать. Конечно, он не согласится на такое основание прекращения и будет пытаться все-таки вот эту вот истину установить путем продолжения разбирательства, несмотря на истечение срока давности. С учетом позиции Елены Миссюриной, которая говорит о том, что она невиновна, она абсолютно на этом настаивает, да, причем невиновна ни в том, ни в другом составе, да. Я так думаю, что она, безусловно, с такой оценкой и с таким основанием прекращения не согласилась. Еще раз говорю, я не знаю деталей, поэтому мои рассуждения исключительно гипотетические, да, надо это понимать. Возможно, ей захотелось все-таки установить вот эту истину и снять с себя все обвинения. Дальше, дальше. Для меня, в общем-то, несколько загадочным остается переквалификация ее действий со 109 статьей на 238. Фактически у нас произошла, несмотря на то, что событие имело место в прошлом, да, завершивость там, повлиять на него, на его течение никаким образом уже не может. Тем не менее, что у нас произошло? У нас в период следствия произошла трансформация вины. Преступление из неосторожных почему-то перекочевало в категорию умышленных. Почему? Сложно сказать, да. Иногда такое возможно, когда следователи устанавливают доказательства, да, находят доказательства, безусловно, свидетельствующие о какой-то конкретной форме вины. В нашем случае об умысле на совершении преступления. Вопрос, почему эти доказательства не были добыты и проанализированы раньше, да, и вопрос еще один в том, что, а действительно ли появились такие доказательства, которые, безусловно, свидетельствуют о изменении умысла. Иначе все попытки другой уголовной правовой ценки становятся безосновательными. В общем-то, вот эти вот сомнения, конечно, попытались донести до суда. Но суд, в результате судебного рассмотрения, которое тоже длилось достаточно долго, в общем-то, согласился с позицией следствия, осудил врача по 238-й, да, и назначил наказание для реального лишения свободы. И в зале суда, как раз вот в том заседании, когда оглашался приговор, ее взяли под стражу. Конечно, это была ситуация совершенно патлая, да, и, в общем-то, все дальнейшие события, они, конечно, были связаны именно с назначением такого наказания. Потому что, в любом другом случае, наверное, история острой и активной реакции бы не последовала. Поэтому вопросов остается, в общем-то, поэтому дела много. Не случайно Мосгорсуд, уже в порядке апелляции, да, он отменил состоявшийся обвинительный приговор. Сейчас дело направлено на новое рассмотрение другим составом суда. Это значит, что будет проводиться повторное судебное разбирательство с нуля, будут снова исследоваться, выясняться все обстоятельства происшествия, оцениваться все доказательства. Скорее всего, будет назначена еще одна комиссионная судебно-медицинская экспертиза, да, которой до этого было проведено две поделы, да. Экспертизу проводило бюро судмедэкспертизы города Москвы, департамент центра хранения. Насколько известно, в общем-то, от экспертов, действительно дефекты, дефекты при проведении врачом манипуляции трепатобиопсии, они действительно были установлены. Но это, опять-таки, послухами, я бы не имею возможности посмотреть в первоисточник, не хотелось бы опираться на какие-то слухи, да, потому что они весьма противоречивы и разрознены. В том случае, если дефект действительно там имел место быть, или если у нас имеются свидетельства, доказательства, подтверждающие этот дефект, да, тогда, конечно, в общем-то, говорить о невиновности врача, наверное, нельзя в том случае, если она допустила при проведении этой процедуры, если она допустила нарушение техники выполнения ее, да, в том случае, если она сделала все правильно по технике, по методике, то есть в соответствии с требованиями нормативных документов, но имело место вот такое вот неблагоприятное последствие, у нас нет оснований для привлечения ее к уголовной ответственности. Поэтому нужно посмотреть все-таки и на нормативку, которая регулирует вот эту конкретную сферу производства вот этой процедуры, да. Если врач выполнила четко все, что положено по нормативным документам, если она без отклонения эту процедуру провела, но такие последствия не ввиду каких-то ее упущений наступили, они, конечно, не могут обзениваться как совершение преступления. Поэтому, в общем-то, вопросов пока больше, чем ответов. Я сама, в общем-то, с таким интересным, с жмотажем, свяжу за развитием событий, да, потому что общаюсь, в общем-то, достаточно много, плотно с теми людьми, которые оказались задействовать, те же трудные эксперты, да, те же коллеги, врачи, поэтому люди неравнодушные, конечно, мы следим за развитием событий. Не берусь абсолютно делать никаких прогнозов, вот это вообще неблагодарное дело. Поэтому суду виднее, на самом деле, материал суда под рукой, есть широкие возможности для того, чтобы что-то проверить, перепроверить, добыть новые доказательства и проанализировать их, поэтому пусть этим занимается суд, и, в общем-то, абсолютно правильно не поддаваться никаким слухам, ни в коем случае не принимать чью-то в сторону огольно, а дать возможность профессионалам разобраться со всем, что есть, в общем-то, по существу. Только после этого мы примем это решение, да, естественно, никто не лишает Елены Николаевны возможности обжаловать, даже уже состоявшееся решение, такой возможности она уже воспользовалась, абсолютно правильно, вот. Возможно, в дальнейшем процедура обжалования тоже будет повторяться, но все равно какой-то конечный этап наступит рано или поздно, и, в общем-то, мы узнаем, чем все завершилось. Спасибо. Просто вот это дополнение. Решение Мосгорства ДА было вчера, 16 апреля, буквально на последней программации. Можно вопрос? А вот такая ситуация, альтернатива 238-й статье, когда нереабилентирующие основания, исток срок давности, вот если не эта статья, какие были бы еще теоретические варианты? По правилу заколовного момента. Смотрите, значит, если суд установит, что в ее действиях состава преступления никакого, никакая статья будет. Она будет оправдана, да, отчасти, ребят, и ворота, да? А по поводу альтернативы я понимаю, о чем вы ведете речь. Вот, собственно, один из обязательных элементов, да, преступления вообще любого, это субъективная сторона, содержанием которой является вина. И вот вина у нас бывает в форме умысла и в форме неосторожности. Соответственно, неосторожность мы уже на этом деле прошли, да, умысел прошли, что дальше, как говорится. На самом деле умышленных преступлений у нас в уголовном кодексе много, гораздо больше, чем неосторожных. И если, я говорю, вот такой страшный сон свершится, что какой-то медик действительно умышленно, да, нанесет пациенту вред, то его действия вообще подлежат оценке по общим уголовным статьям. Поскольку нет специальных профессиональных медицинских статей, да, соответственно, врач в этом случае будет являться общим субъектом. То есть как любой другой человек, совершивший преступление, может быть привлечен к ответственности по любой статье. Соответственно, мы тогда будем искать, в общем-то, венголовую статью в разделе с уступлением против личности, против жизни и здоровья. Если мы установим, что врач умышленно, да, нанес пациенту повреждение, мы обратимся к другим нормам, да, которые предусматривают ответственность за причинение смерти. Если это умышленно, то это, конечно, убийство, да. Если это какой-то вред здоровью, причиненный умышленно, это соответствующие нормы, да. Да, там, статья 111, 112, 115 и так далее. Ничего не мешает нам, в общем-то, выбрать подходящую норму, не вдирая на этот вот статус. Но сфера применимости, то есть профессиональная медицинская деятельность, она, в принципе, заставляет нас более пристально, тщательно, более внимательно выяснять все обстоятельства. Ну, в общем-то, альтернативы 208-й нет. Да, это только если вот совсем умышленно вступление против личности, это где врач у нас уже, собственно, криминальный элемент чистый. Вот, во что я, конечно, не верю. И дальше. 293-я статья Уголовного кодекса «Халлайн». Это преступление, например, эта статья относится к категории должностных преступлений, так называемых, да. Поэтому для того, чтобы иметь возможность все применять в медицинской деятельности, тоже есть специфические условия, специфические требования, которые должны наличствовать. Ко всему подряд применяйте это, конечно, нельзя. Вторая часть «Халлайн» предусматривает определенные последствия. Третья часть тоже последствия, только еще более общественно опасные, смех двух и более лиц. Ну, в общем-то, по цифрам все, да. Мы с вами пробежались и увидели, что у нас по-прежнему лидером остается статья 109-я. В этом году у нас десолировала 238-я, которая по сравнению с предыдущими цифрами очень выделила, да. В три раза возросло количество воздушных уголовных дел именно по этой норме. Сомнительные очень, да. Ну, остальные, в принципе, халатность тоже у нас возросла. Но на фоне даже дольше, допустим, 238-й или 109-й, она, конечно, несколько теряется, да. Есть и такие достаточно экзотические статьи к медицинской деятельности. Вот даже, например, казалось бы, профильная 124-я, да, она вот у нас 2-0-2. Ну, это, конечно, масштабы страны и длительные. Я вопрос. Да, конечно, пожалуйста. Вот в 2015 году ноль было по халатности, да, часть первая, 93-я статья. В 2016 году 20 и 17-й 55. Почему такой рост? То есть врачи стали более халатны или, наоборот, работники следственного комитета стали лучше работать, там, наружу, то есть причина. Нет, наше внимание нельзя назвать пристальным. Наше внимание остается на одинаковом уровне в течение всех лет, да. Мы одинаково относимся ко всем обращениям, жалобам, мы проводим процессуальные проверки на личные основания, принимаем решения, да, процессуальные. Соответственно, говорить о том, что у нас какой-то там личный ведомственный интерес, конечно, не будет. То есть врачи это не более халатные или что? Дело в том, что халатность вот в убывательском понимании, халатность у правоприменителей, это все-таки несколько разные вещи. Мы очень часто слышим вот в среде, да, о том, что вот медицинская халатность, медицинская халатность. Дайте впечатление, что это не такое преступление. Нет такого преступления, да. У нас есть 93-я статья в Головном кодексе, называется халатность. Там не сказано о медиках, да. Там сказано о том, что это не выполнение, не убежащие, а исполнение лицом своих должностных обязанностей, да. И дальше, если там образующие лица указаны при преступлении определенных последствий. Соответственно, поскольку статья относится к категории должностных, то субъектами этих преступлений являются должностные лица, да. Соответственно, не всегда мы рядового врача можем привлечь к этой ответственности по 293-й статье. Это должны быть действительно полномочия, присущие должностному лицу. В общем-то, определение должностного лица для цели Уголовного кодекса у нас есть в примечании в 285-й статье, да. Это лица, обладающая организационно-распорядительными, либо административно-хозяйственными. Почему тогда за три года все-таки в 50 раз выросла? Всего внимания, наверное, стали уделять не просто рядовым медикам, да, а, и что, на мой взгляд, в общем-то, правильно и оправдано, нужно смотреть несколько выше. Не надо делать врача стрелочником, да, не надо делать его крайним, у него есть руководители. И в каких-то моментах действительно виновными могут оказаться они, в том числе и организаторы здравоохранения, да. Если раньше эта категория у нас была вообще как будто неприкасаемая, мы останавливались на медиках, простите, и, в общем-то, довольствовались тем, что мы их привлекаем к ответственности, считаем, что мы разобрались неверно, да. Если какие-то возникли сложности в работе врача, да, тому есть причины. Эти причины могут быть системными, они могут ненавидеть от врача, да. Давайте посмотрим повыше. А все они сделаны на уровне их руководительства, для того, чтобы создать врачу возможности для эффективного, полноценного, правильного выполнения своей работы. И действительно, вот это вот внимание к руководителям разных уровней, оно привело к тому, что мы выявляем и в их деятельности существенное упущение, существенные дефекты, недостатки, которые в некоторых случаях являются преступлением и позволяют нам их действия уже оценивать с уголовной правовой точки зрения. Спасибо. Татьяна Николаевна, на одном дыхании, ну просто, возможно, вам отдых небольшой нужен. Мы уже работаем два часа. Смотрите, на ваше, на ваше смотрение. Вы меня тормозите, пожалуйста, потому что я могу говорить. Да, да, ну, наверное, небольшой отдых все-таки. Да, 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 вопрос, пожалуйста. А по гражданским делам у вас нет тут цифры? Ну, поскольку я все-таки следователь, да, в прошлом, поскольку я сотрудник Следственного комитета, гражданскими делами я интересуюсь обзорно, а с собой у меня цифр нет. Вообще, конечно, есть такие данные, но вот сейчас представить вам я их, к сожалению, не могу. Поэтому, поэтому так уж. Ну, в общем и целом, гражданских исков к медикам больше, безусловно. Но там и несколько иной, скажем так, подход к оценке таких происшествий, да, несколько иные принципы, механизмы, там все проще и легче. Поэтому, в общем-то, как альтернатива, гражданское производство, наверное, более перспективно. И, на мой взгляд, вот за ним и будущее в этой сфере. Это было бы правильным. Различный вопрос. Да, конечно. А как вы объясняете рост по 238 статье? Скажите, три раза, длина слабая. Норма сложна. Норма для медицины не прописана, не регламентирована, не разъяснена, как ее и в каких случаях нужно применять. И вот это вот отсутствие каких-либо разъяснений, конечно, для нас наиболее предпочтительных для правоприменителей были бы разъяснения на уровне Верховного суда, да, то есть в виде постановления пленного Верховного суда, где бы нам четко прописали, да, что, как, когда может быть, когда она может применяться. Сейчас этого нет. Поэтому существует определенное усмотрение правоприменителей к каждому конкретному случаю. Вот один следователь, ввиду отсутствия какой-то унификации, считает, что в данном случае это 238. Другой следователь, его коллега, посмотрит, скажет, нет, здесь не может быть 238, потому, потому и потому. Нет, к сожалению, единых подходов, нет унификации, нет разъяснений. Это очень большая проблема для нас правоприменителей, и получается, что мы одну и ту же сходную клиническую ситуацию, да, можем оценивать по-разному. И так происходит в разных регионах страны. Вот проблема, которую мы уже пытаемся решить не один год, пока, к сожалению, безуспешна. И вот это вот наше усмотрение профессиональное, да, оно позволяет вот такой определенный люфт. Соответственно, кто посчитает достаточным условий в конкретном клиническом происшествии для квалификации по 238, только так это толкует, так это и квалифицирует. И в результате вот у нас рост общего количества 238 по стране, нет единых подходов, нет каких-то единых критериев оценки. Вот, к сожалению, только этим я могу объяснить такой рост. На самом деле не стало больше умыслов в действиях медиков, да, не стали они действительно больше допускать дефектов. Изменилась оценка, в частности, правовая, уголовно-правовая оценка. Она не всегда правильная, она не всегда безупречная. И я вижу, анализируя практику, я вижу массу ошибок квалификации по 238, да, но это есть, никуда от этого не уйти. И я очень рассчитываю все-таки на какое-то некое восстановление статуса УГО все-таки со стороны судов, да, потому что уголовные дела после следователей, после правоохранителей попадают в суды. И вот в некоторых случаях суды очень правильно, да, производят переквалификацию, да, очень правильно, очень обоснованно свою позицию излагают в приговорах. И, в общем-то, только вот, наверное, судебные решения с таким хорошим обознаванием позволяют нам выработать некоторые какие-то все-таки общие подходы, да, к той же самой 238. К сожалению, пока только на практике, потому что в теории разъяснений нет, нет никаких рекомендаций на уровне том, который для нас был бы значим на уровне Верховного суда. Поэтому только практика вырабатывает для нас какие-то вот способы унификации, какие-то единые подходы и так далее. А сейчас и практика весьма разрозна. Проблема? Можно еще вопрос? Да, конечно. А существует какая-нибудь статистика по рейтингу специальности в отношении кого чаще? Да, официально такой статистики нет, я ее просто сама начала собирать по стране, да. В общем-то, здесь мне очень хорошо помогают субмедэксперты, которые проводят экспертизы, комиссионные экспертизы дефектов, соответственно, в определенных клинических профилях, да. И, в общем-то, стабильно лидерами в таких вот самых потенциально опасных, лидерами среди потенциально опасных клинических профилей являются хирургия, безусловно, акушерство и гинекология второе место, анестезиология и ревентология третье место, дальше по убывающей идут педиатры, кардиологи, терапевты и прочее-прочее-прочее. Встречаются даже вообще экзотические какие-то профили, например, стоматологи, кстати, они нередкие, на самом деле, стоматологи нередкие. Только, коллеги, это не рейтинг, это рейтинг. Это рейтинг нельзя называть. Это просто данные статистики, которые определенный ранжир позволяют выстроить, да, но, конечно, это не рейтинг. А средний медицинский персонал, встречаются дела против? Безусловно, привлекают и средний медицинский персонал. Как правило, это дефекты, связанные с проведением манипуляции, связанные с исполнением назначения врача. Потому что сами, в общем-то, педчатки, да, инфидент-братья, они самостоятельных решений по лечению пациента немного принимают, так скажем, да. Они, конечно, являются основными исполнителями, исполнителями, которые должны быть крайне внимательны и ответственны, и, в общем-то, абсолютно четко представлять, что они делают и с чем они оперируют. Как правило, наиболее часто у нас в практике, да, судебно-следственной встречаются случаи введения не того раствора, инъекции не тем препаратом, передвизировки лекарства или вообще подмены, да, введения фармпрепаратов. Это, простите, вот такой расхожий случай, да, клизма с визраствором, и т.д. и т.п., вот буквально в субботу, в прошлой неделе. Опять очередная призма, опять физраствор, точнее, сформали, да, путаница, в общем-то, раствором для введения. Пожалуйста, такие случаи есть. Затем детские сёстры, да, вплоть до того, что уронила ребёнка, да, затем сеанс фототерапии новорожденных. Невыстроенный параметр, не отрегулированный параметры оборудования, дети получают ожоги. Это тоже есть. Это вот как раз именно сфера упущения среднего медицинского персонала. Можно даже сказать, что все эти конфликты происходят из-за того, что в медицинских организациях недостаточно хорошо построены судебно-регулированные конфликты. Абсолютно верно. Если бы у нас больницы больше уделяли этому внимания, то, соответственно, дело гражданских уполований было бы меньше. Совершенно верно, да. Я тоже об этом упомянула, что неплохо было бы всё-таки примирительные процедуры, какие-то комиссии по регулированию конфликтов вводить на первоначальном уровне, вот на уровне медицинской организации. Комитет по этике, это тоже задача. Пуститься бы и на землю было бы неплохо, да. То есть витать в блоках, это понятно. Вы будьте ближе, будьте ближе к пациенту, будьте ближе к врачам. И всё получится. Общайтесь на первом уровне, вот здесь. Взятьте, вылезьте за стол переговоры, да. Возьмите вы представителя администрации, к нему будут вопросы. Возьмите вы юриста медицинского, чтобы он пояснял правовые вопросы, да. Возьмите вы туда же психолога там уже посадите. Всё это как-то будет способствовать нормализации отношений. Потому что сейчас пик такой, просто какой-то предел напряжённости. Мы не можем настранироваться на разговоры. Конечно, конечно. Только выстраиваем коммуникации, можно эту проблему на перволичном уровне. И очень много конфликтов не станут конфликтами. Совершенно верно. Они не станут развиваться дальше. И вот до этого, конечно, не дойдёт. И в вашей практике, когда вы беседовали с врачами во время рассветывания, не рассказывали они о том, что была проведена комиссия, врачебная комиссия была, чем-то всегда не было. Знаете как, наоборот, в моей практике лично был случай прям обратный. Когда, в общем-то, по результатам процессуальной проверки не было установлено, в общем-то, да, никаких нарушений со стороны медицинских работников. Но в ходе вот такой вот куларной какой-то беседы, там была интернатальная смерть ребёнка в ходе родоразрешения. Но, конечно, мама, естественно, претензии предъявляла к медикам. Не выявили. Гибель ребёнка наступила в виду. Внутриутробная инфекция, в общем-то, и медики были абсолютно здесь ни при чём. Своей стороны никаким образом повлиять на такой исход они не могли. Делали всё возможное, как бы, да, всё правильно, без всяких там отклонений от нормативки. Никаких дефектов не допускали при этом. Но претензии мамы понятны. Она пошла разбираться. И, в общем-то, Акушера, которая имела участие в её родоразрешении, она исключительно, чтобы посочувствовать человеку, чтобы показать своё участие и равнодушие, она сказала о том, что, да, мы, конечно, виноваты. Мама зацепилась за этого, не представляете как. Они признали свою вину, они признали свою ошибку. Они фактически осознались во всём, по её мнению. Она прибежала к нам, настрочила огромное заявление, да, что медики были виноваты, и они сами это признали. Это была её позиция. Очень осторожно подбирать слова. Очень коррестно объяснять. Ни в коем случае не брать на себя лишнее, потому что вот во что оно выливается. Мы со своей стороны выяснили, что там нет предмета для разбирательства, для нашего, да, разбирательства. Соответственно, решите этот вопрос. Но вылилось всё в обратно. Когда врач, желая посочувствовать, да, неосторожно обронил фразу, которая была истолкована совершенно прямо противоположной. Я потом спрашиваю этого врача, когда брала объяснение в рамках профессиональной проверки, поясните, вот почему вы так высказались об этом происшествии? Действительно ли что-то было? Какие-то посылки, какие-то упущения в вашей работе? Почему вы, собственно, так сказали? И она говорит, знаете, я совершенно не это имела в виду. Я имела в виду этой фразы, что гибель относительно здорового ребёнка в родах, относительно здоровой мамы, это ненормально, да? Этого не должно быть. Это была форма сочувствия? Исключительно так, исключительно так. Но воспринято всё было в точной суднообороне. Поэтому бы такие случаи тоже не были. Но на самом деле не упоминают, к сожалению, об попытках примирительства, да, примирительных процедур вот этой, радиации на первоначальном этапе. Я думаю, что если бы оно было, сказали бы. Продолжим? Я, наверное, не стану подробно останавливаться на понятии витрогении, да? Я думаю, что вы это знаете, может быть, даже и лучше меня. Бегло о понятии врачебная ошибка. Обывательское понятие нормативно закреплённого определения врачебной ошибки не существует. Если обратиться к авторским определениям, то профессор Сергеев позаботился как-то посчитать, и когда насчитал более 40 вариантов определения врачебной ошибки, конечно, разительно отличающиеся порой одно от другого. Но в общем и целом, что мы с вами должны понимать, и те подходы, которые сейчас правоохранители применяют, несмотря на отсутствие нормативно закреплённого понятия, мы договорились с этим собой, что врачебная ошибка, как и несчастный случай медицины, конечно, не могут являться основанием для предлечения медикой ответственности. Никаких юридических последствий, такие факты не влекут. То есть, да, вывод врачебная ошибка не наказал ЕМА. Не буду вдаваться, наверное, да, в огромное многообразие определений. Собственно, наверное, вот исторически, так скажем, наиболее принятое большинством, да, и медиков, и юристов определение врачебной ошибки Золотовой доски в своё время, современное понятие, с учётом корректировок, да, сегодняшнего дня, предложил Эйштейн. И вот, в общем-то, наверное, остановимся на этих данных. Но ещё раз говорю, поскольку мы, юристы, понятие врачебная ошибка не оперирует, мы им не интересуемся, потому что для нас постулатом является то, что врачебная ошибка не наказуема. Всё, больше мы с этим не разбираемся. А то понятие, которое у нас, скажем так, в обиходе присутствует, когда мы говорим о каких-то упущениях в профессиональной медицинской деятельности, мы, правоприменители, используем понятие «дефект оказания медицинской помощи» или просто «дефект медицинской помощи». Понятие тоже нормативно не закреплённое, но в настоящее время оно имеет достаточно унифицированное, как бы, да, толкование, которое является общепризнанным. И, в общем-то, наиболее простым, так скажем, определением, разъяснением суть дефекта оказания медицинской помощи является то, что приведено на слайде, как неправильное действие либо бездействие медицинского персонала, выражающийся в нарушении обычаев показания медицинской помощи и действующих нормативно-правовых документов, которое привело к нарушению одного из критериев качества оказания медицинской помощи и в скобочках перечислены эти критерии качества. Они усредненные, эти критерии качества, да, потому что если мы с вами сейчас полезем в дебри качества вообще медицинской помощи и критериев, то мы придём к ежегодно обновляемому приказу Минздрава об установлении критериев качества, которые для каждого клим-профиля свои. И, соответственно, оперировать вот этим вот большим многообразием с учётом особенностей, в общем-то, реализации, оказания медицинской помощи по каждому клим-профилю, конечно, это невозможно с учётом всех нюансов, которые приведены там как критерии качества. Поэтому, наверное, вот эти вот усреднённые, да, фигурирующие в определении, они такие наиболее применимые, наиболее универсальные. Дальше. Не случайно я вот привела вам некую классификацию дефектов. Почему? Для нас, правда, применители это важно. Не все подряд дефекты, которые устанавливаются в ходе оказания медицинской помощи, достойны нашего внимания, так скажем. Дело в том, что, к сожалению, сейчас медицинская помощь без дефектов явление редкое. Потому что настолько разнообразен спектр дефектов, начиная от действительно дефектов диагностики и лечения таких самых общих, заканчивая дефектами направления медицинской документации. Конечно, для нас важна дифференциация этих дефектов. И когда нам в заключении комиссионной экспертизы эксперты укажут 12 дефектов, которые они выявили в ходе оказания медицинской помощи конкретному пациенту, мы должны их продифференцировать. Разумеется, мы сразу отбрасываем те дефекты, которые не могли по своей сути, по своему содержанию, оказать влияние на состояние пациента. Ну, например, те же самые дефекты оформления медицинской документации, ну, при самом нехорошем раскладе, но от этого не умирают. То есть недостатки в записи в карте не могут напрямую на состояние больного повлиять. Опосредованно, да. Опосредованно могут, если какие-то недописки, либо нечеткости, например, в назначениях и так далее. Но напрямую сама описи карты в центре убить не способна. Это уж так совсем не до простого. Поэтому мы эти дефекты дифференцируем. Оставляем только те дефекты, которые для нас являются основными, ключевыми, как хотите, да, определяющие дефекты, которые по своему содержанию повлияли на неблагоприятный исход лечения. Еще одной существенной деталью при анализе дефекта показания медицинской помощи для нас, правоприменителей, является восстановление причинно-следственных связей между допущенным дефектом оказания медицинской помощи и наступившими последствиями. Причем последствия, которые нас интересуют, как правило, серьезные. Это смерть пациента, либо его инвалидизация, то есть причинение, как правило, тяжкого вреда здоровью. Соответственно, для гражданских разбирательств любые неблагоприятные последствия идут в зачет. То есть это может быть и незначительное расстройство здоровья на уровне легкого, средней тяжести вреда. Нас интересуют только особые тяжкие исходы. В этом, опять-таки, специфика все-таки уголовно-правовой оценки медицинских происшествий. Итак, дефекты для нас тоже не все равны. Мало того, что мы вычленяем наиболее серьезные, существенные, которые могли в своем развитии вызвать такие последствия. Более того, мы оцениваем их на относимость к таким критериям классификации дефекта. Дефекты условно можно разделить на две большие группы. Это объективные и субъективные. К объективным дефектам относятся такие, которые неуправляемы со стороны медицинского работника. То есть это те обстоятельства, которые врач преодолеет не в силах. Соответственно, такой простой пример. Если пациенту необходимо провести КТ-исследование, а в медицинском учреждении просто нет такого оборудования, врач при всем желании сделать это не может. Он должен сделать что? Он должен пациенту перенаправить совершенно верно, маршрутизацию на существо, перенаправить его туда, до медицинского учреждения, которое такими возможностями нам было дать. Соответственно, если вдруг мы выясняем, что неполная диагностика была проведена ввиду непроведения именно КТ, соответственно, мы не можем вменить этот дефект, хотя это дефект, мы не можем вменить этот дефект в вину конкретному медицинскому работнику, потому что томограф не вытащен. И повлиять на возможности проведения такого вида диагностики он не может. Этот дефект, безусловно, будет относиться к объективному, неуправляемому. Обратите внимание, со стороны медика, со стороны врача, однако управляемая со стороны организатора здравоохранения, это уже вопросы будут к вам. Как в одном известном фильме, меня не интересует, почему нет, меня интересует, что вы сделали, чтобы было да. Например, вот так, если бы ремонтировалась, поэтому к медикам сразу вопросы снимаются. Нас интересуют именно те дефекты, которые относятся к категории субъективных. Которые зависят от медика, которые им управляли мы, и на которые он имеет возможность повлиять. Что суда входит в субъективные дефекты? Это такие дефекты, которые связаны с личными особенностями самого медицинского работника. С его знаниями, с его навыками, с его профессиональными умениями и возможностями, зависящими от него. Соответственно, сюда будет относиться, в том числе, с учетом вот этих вот составляющих, сюда мы можем отнести, в общем-то, так называемое клиническое усмотрение. То есть то решение, которое принимает врач при оказании медицинской помощи к открытому пациенту, оно позволяет ему некоторую степень свободы. Клиническое усмотрение – это усмотрение врача в принятии решения по конкретному пациенту. С учетом всех-всех факторов, которые окружают пациента. Это не только диагноз, не только возможность способа лечения, но и индивидуальные особенности каждого конкретного пациента, который врач должен учесть, обязательно учесть, для того, чтобы выбрать наиболее приемлемый, подходящий и возможный способ лечения той или иной лезологии. Поэтому вот такие существенные недостатки, которые зависят от медицинского работника непосредственно, вот только они могут являться причинами субъективных дефектов, которые, в свою очередь, являются основаниями при установлении причинно-следственной связи, как обязательного элемента, при наступлении неблагоприятных исходов лечения. Только вот эти вот составляющие, их наличие могут являться основанием для привлечения медиков уголовной ответственности. То есть не все так просто, не все подряд у нас попадают в журнала, да, машины, а только те клинические происшествия, которые в обязательном порядке содержат эти критерии, то есть удовлетворяют этим требованиям, этим признакам. Теперь по, скажем так, функциональной направленности. Еще одна классификация дефектов, которая, в общем-то, тоже она такая выработанная практика, я ее позаимствовала у своих, в общем-то, знакомых мне судебно-медицинских экспертов, которые специализируются на экспертизе дефектов медицинской помощи, имеют очень существенную такую практику уже в этом отношении. Они для себя выработали вот такую классификацию дефектов, которую я тоже пользую, потому что считаю ее достаточно правильно, в общем-то, и обоснованно. Дефекты диагностики, само это все обговорили, да? Дефекты лечения, вот конкретные упущения, которые указаны в скобочках, около каждого вида дефектов, они входят в эту группу. Дефекты тактики и дефекты организации. Обратите, пожалуйста, внимание на последнюю группу дефектов. Вот эта группа была обособлена относительно недавно, и необходимость ее обособления связана с упущениями в действиях организаторов здравоохранения. Мы, наконец-то, посмотрели наверх, увидели, что некоторые проблемы оттуда растут, да? И, в общем-то, это стало основанием для вывода некоторой группы дефектов самостоятельно, дефекты организации. Понятно, что такая группа дефектов, в общем-то, к рядовому врачу не имеет отношения. Это не их просчет, это не их ухищение недостатки. Поэтому вот сейчас, в настоящее время, примерно такой вот классификацией дефектов пользуются судебно-медицинские эксперты. И в заключениях мы действительно можем встретить указания на конкретный вид дефекта. То есть мало того, что он будет расписан по существу, в чем он состоит, еще эксперты могут нам вот несколько сориентировать этот дефект по относимости к определенной сфере. Дальше мы с вами так совершенно обзорно познакомимся более подробно с содержанием каждой группы дефектов. Дефекты диагностики, что может к ним относиться. И, соответственно, вот это вот разделение, которое нам важно для того, чтобы понимать, а, в общем-то, будут у нас претензии в связи с этим дефектом к медику или нет. Объективные и субъективные причины. На самом деле некоторые причины могут быть весьма спорными. Ну, например, затруднение контакта с пациентом. С одной стороны, когда пациент неконтактен, поступает в состояние, которое не позволяет собрать доктору анамнез, врач должен сделать что? Не позволяет провести беседу сначала с пациентом. У врача все равно есть арсенал возможностей, методов средств для того, чтобы этот анамнез собрать, даже без учета возможности общения с пациентом. Хорошо, если рядом есть родственники. Если пациент доставляется с улицы, хотя бы кто-то из очевидцев, что случилось с человеком, которым могли бы пояснить, хотя бы даже для бригады скорой помощи, в связи с какими обстоятельствами человек оказался в таком состоянии. Хоть какие-то крупицы, которые позволяют картинку создать. Когда такой возможности нет, это не освобождает медика от необходимости собрать анамнез для того, чтобы поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение. Поэтому к объективным причинам в чистом виде мы такую причину отнести все-таки не можем. Она сомнительна. В любом случае, каждый конкретный дефект, который установлен при оказании медицинской помощи, требует очень внимательного анализа, тщательного такого анализа подхода на предмет отнесения его к управляемым, либо неуправляемым, то есть объективным, субъективным. Потому что мы с вами знаем, что только субъективные могут являться основанием для привлечения медико-корректности. Дефекты лечения. То же самое, перечислены примерные варианты таких дефектов, которые могут встречаться в клинической практике. Дефекты хирургические, как я уже сказала, хирургический профиль у нас самый востребованный с точки зрения правовой оценки, к сожалению. Поэтому дефекты хирургических вмешательств. Затем дефекты лекарственной терапии, дефекты стоматологической помощи, ну и дальше терапевтического лечения и прочего-прочего. Здесь они все-таки несколько по клиническим профилям уже разбросаны. А причины этих дефектов объективные и субъективные примерно те же самые. Они у нас качают из группы дефектов из одной в другую. Соответственно, обратите внимание, вот дефекты организации для медика здесь отнесены к объективным причинам. То есть к тем, которые дамой медицинский работник не в состоянии преодолеть. Тем не менее, вот это вот вопросы не к нему уже, а к его руководителям. И вот эти вот дефекты могут из категории объективного для врача перекочевать в субъективные для организаторов здравоохранения. Нас будет интересовать в первую очередь вопрос, почему нет того, что должно быть, почему не используется то, что у вас имеется, какие приняты меры с вашей стороны, и они должны быть действительно не отписки, а эффективные меры, это должны быть все использованные организатором здравоохранения возможности, чтобы какую-то возникшую грешу в процессе заполнить. И в том случае, если он сделал все, что мог, просто вот разве что, наверное, жизнь не списал, и в общем-то результата нет, только в этом случае, видите, к нему интерес, потому что во всех остальных случаях это будет не заработка руководителя, не заработка организатора, что он не предпринял все исчерпывающие меры, чтобы создать условия для нормального процесса оказания медицинской помощи в своем речебном учреждении. Дальше, обзор дефекта тактики, что может быть отнесено к таковым, и дефекты организации медицинской помощи, это вот как раз к руководителям и к организаторам здравоохранения, в общем-то этот список пополняется, и не так давно встретила даже опять-таки в СМИ сообщение о том, что чуть ли не первое уголовное дело возбуждено в отношении организаторов здравоохранения, привлекли чиновника министерства какой-то республики, то ли Башкирии, то ли Татарстана, за, в общем-то, упущение именно в сфере организации медицинской помощи, там речь шла. Если вы об этом замминистра, который нашли покончившийся жили самопристав, нет, а это не было еще одно дело, значит, в общем-то, организаторам здравоохранения вменяли вину, что они не обеспечили, хотя имели все возможности, но не предприняли достаточных мер для обеспечения определенной группы населения детей жизненно необходимыми лекарственным средствами. Вот такой случай был, и, в общем-то, прошла информация, что Чуки не прецедентное дело, на самом деле нет, конечно, но внимание, в общем-то, на более высокий уже уровень, да, оно сейчас обращается действительно, поэтому ждем, ждем того, что нормализация работы на уровне организаторов здравоохранения, пусть даже вот с учетом вот такого вот пристального внимания правоохранителей к ним, что, в общем-то, наладят они там, да, будут действительно со своей стороны отрабатывать по полной, чтобы не лишать возможности врачей, потому что с низкого спроса, безусловно, выше получается на практике, не лишать их возможности, как положено, правильно, без дефекта показывать медицинскую помощь. Ну и, соответственно, ключевые моменты для нас, для правоохранителей, которые являются для нас основаниями для привлечения медицинских работников в уголовную ответственность. Соответственно, субъективные причины дефекта, наличие самого дефекта, понятно, да, субъективные причины этого дефекта, связь, причинно-следственная связь дефекта с последствиями и комплексная оценка происшествия. Более того, не стоит забывать о том, что существует основание освобождения от уголовной ответственности, такой, как обоснованный риск в медицине, обязательно проверяется на эти составляющие, и крайняя необходимость. Поэтому, конечно, те, кто кричат о формальном подходе к оценке медицинских происшествий, правонарушения в частности, они в корне не правы, потому что такой оценке предшествует очень серьезная, кропотливая, тщательная работа, проверки всех-всех составляющих цариев. Ну и, конечно, вообще, условия наступления уголовной ответственности медицинского работника являются следующие. Вот эти вот совокупность этих трех пунктов, да, она обязательна. Итак, деяния выполнены с нарушением действующих нормативов. Это, собственно, порождение дефекта, да. Считается, что если медик будет строго соблюдать требования нормативных документов, то вероятность неблагоприятных исходов минимальна. Именно поэтому вот эта вот стандартизация здравоохранения сейчас она набирает обороты уже на основании, основывается на принципу отказательной медицине и прочее, да. То есть все это проверяется, перепроверяется, обоснованно клиническим опытом, исходами и так далее. Все это выверено и считается, что при таких подходах вероятность неблагоприятных исходов будет минимизирована. Понятно, что к нулю мы никогда ее не сведем, да, не обойдемся без этого. Но будет минимизирована. Поэтому сигналом первым для того, чтобы заподозрить дефект действия медика является отступление от требований нормативных документов. Далее. Наступление неблагоприятных последствий. Если даже какие-то дефекты допущены, но либо быстренько они исправлены, да, либо они не повлекли неблагоприятных последствий, это не к нам. Мы с этим разбираться не будем. С этим пусть разбирается администрация, пусть разбирается профессиональное сообщество, пусть собираются конференции, комиссии, крикики или прочее, 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 да. Собственно, это не к нам тогда. С этим на уровне внутреннего ведомственного контроля медики способны разобраться сами. Ну и наличие прямой причины следственной связи. Обязательный элемент. К сожалению, анализ практики показывает, что вот этот элемент наиболее часто страдает, да. То есть упущение в этом элементе допускается следователями. И отсутствие причинно-следственной связи, к сожалению, в некоторых случаях не останавливает их при привлечении медиков к ответственности. Конечно, такие факты выявляются. Безусловно, статусство восстанавливается, да, в виде либо оправдательных приговоров, либо прекращения уголовного преследования по различным основаниям. Но, тем не менее, что греха таить, на практике есть такие факты, когда причинно-следственная связь либо не устанавливается, либо устанавливается опосредованная связь, да, то есть или косвенная, как ее еще потом называют, непрямая. Суть дела от этого не меняется. В табличке мы уже с вами познакомились с категорией преступлений, которая условно относится к категории трогенных, да. Еще раз списочком я вам их просто демонстрирую. То есть это те составы, по которым на практике оцениваются клинические происшествия, правонарушения, да, медицинских работников. Соответственно, после такой оценки мы уже можем назвать трогенными преступлениями. Я тут даже, кстати, понятила, те составы, которые, в общем-то, к последственности следователей комитета не относятся, но практика показывает, что все равно все они оказываются у нас, так или иначе, да, либо дела изобраны, передаются непосредственно в производство следователей комитета, и таким образом даже иногда приходится ими делать и с не своими статьями, и, в общем-то, не всегда благополучно в благополучном состоянии дела передаются, когда допускается волокита, да, напрасно тратятся сроки, ценные сроки следствия. И, в общем-то, мы потом оказываемся действительно в таких ситуациях, когда в авральном режиме приходится работать для того, чтобы, в общем-то, успеть вложиться в отведенный срок следствия. К чьей подследственности, если можно, тогда относятся и смыслить? Это либо следствия органов внутренних дел, либо органы дознания. Поэтому вот такое вот разделение есть. Это такое вот разделение, оно установлено уголовно-процессуальным кодексом, но, тем не менее, оно, как видите, условно, потому что возможно передача дел по мотивированному постановлению, да, из одного органа предварительного расследования в другой. Ну и поскольку позиционируется, что у нас комитет специализируется на этрогене, давайте все-таки все составы, вот условно относящиеся к этрогенным преступлениям, давайте его передавать в комитет. Ну, так на практике и происходит. Ну, на этом слайде я привела варианты названия этой группы преступлений, хотя в последнее время, наверное, все-таки уже более-менее устаканилось, да, вот такое именование, как этрогенные преступления, хотя оно не бесспорно, оно вызывает пурную полемику. Медики очень нас обвиняют в том, что зачем вы нашу, в общем-то, терминологию тащите к себе, юриспродемки вам своих, чтобы не хватает термин, да. Ну, давайте найдем другое название для этой группы. Просто сейчас, говоря о этрогенной преступности, все понимают, о чем идет речь. Если еще года два-три назад я, заходя в аудиторию следователей, спрашиваю, что такое этрогенное преступление, тишиналый ответ либо редкие такие робкие попытки, да, то сейчас знают об этом все, причем знают не только следователи, да, знают, в общем-то, уже и обыватели, что это такое. Медики, возмущаясь заимствованием их терминологии, говорят о том, что этрогиния, вы понимаете, этрогиния, это же любые исходы, которые возникают в связи не только с неправомерными, но и с правильными действиями медиков. Дать богу, мы не претендуем, да, на чистоту, скажем так, определения. Конечно, мы не посягаем на ваш термин, он и родился в медицине, в психиатрии, да, и истоками он там, и, в общем-то, применяется он там. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что мы употребляем это слово в словосочетании, со словом «преступление» и «я». И для нас, правоприменители, как раз главным определяющим словом является слово «преступление». А этроген — это как определение, которое всего лишь обрисовывает круг, да, то есть сферу фактической профессиональной деятельности, где такие преступления совершаются. Поэтому мы не посягаем на вашей этрогене ни в коем случае для вас. Это, пожалуйста, в общем-то, то, что вы в современном представлении понимаете под этим, да, как любые исходы, фактически связанные с оказанием медицинской помощи. То нас интересует только та группа гидрогеней, которые явились исходом неправомерных действий врача, да, то есть по сути преступных действий. Именно поэтому, вот лично я, несмотря на яростные возражения со стороны некоторых представителей и медицинской, и экспертной общественности, да, я считаю допустимым употребление такого словосочетания для обозначения этой группы преступлений. Потому что, говорю, для меня, как для правоприменителей, главное слово всё-таки «преступление». Соответственно, я отсекаю тем самым все, в общем-то, невиновные факты наступление неблагоприятных исходов. Составлено, поскольку я с этими же материалами работаю, когда провожу занятия со следователем на курсе повышения квалификации, материалы у меня составлены в виде задач. Задача — это конкретный клинический случай, взятый из реальной практики, да, по материалам анализа приговора судов, обвинительных заключений. То есть это реальные дела, да. И, в общем-то, клиническая ситуация дана для того, чтобы мои коллеги смогли сориентироваться, да, и выяснить, будет ли здесь вообще наличие, вот ли здесь признаки преступления, и если они есть, то как нужно квалифицировать задение. Вы, конечно, на вот эти вот каёсные вопросы для вас внимания не обращайте. Мы с вами анализируем просто клиническую ситуацию с точки зрения либо медиков, либо организаторов здравоохранения, чтобы представлять, за что в современных реалиях медик может быть привлечён к уголовной ответственности. Итак, пожалуйста, ситуация связана с оказанием акушерской помощи при родовспоможении. Достаточно серьёзное осложнение, эстопатический разрыв с матки. Проблема не в том, что это осложнение случилось, а проблема в том, что акушер имел возможность вовремя диагностировать такое состояние и, разумеется, принять срочные меры к тому, чтобы не допустить развития серьёзных осложнений. Здесь, что, собственно, менялось в медику вину? То, что врач, дважды проведя осмотр родовых путей, сначала с помощью зеркал, то есть инструментальный осмотр, потом ручной, да, ручное обследование, не смогла, хотя должна была и имела все возможности установить столь серьёзное осложнение, как разрыв в матке, что приводит, разумеется, да, возникновение внутреннего кровотечения к очень серьёзному акушерскому осложнению и акушерской ситуации. Соответственно, симптомы, которые констатировал врач, они свидетельствовали о том, что что-то не в порядке, в общем-то, гемостаза у пациентки, да, падение от тренинга давления, бледность там и холодность кожных покровов и так далее. Соответственно, кровотечения внутренние не сразу появились, скажем так, внешние свидетельства кровотечения, да, поэтому необходимо было, конечно, более пристально пациентку осматривать, возможно, привлечь коллег, да, чтобы такое осложнение вовремя поймать, потому что промедление, которое имело место здесь, привело к тому, что, да, приступив к операции, пациентку всё равно спасти уже не смогли, не успели, было упущено время. Поэтому показанное лечение в виде оперативного вмешательства, к сожалению, ввиду промедления, оказалось не своевременно. А несвоевременное проведение показанных вмешательств и манипуляций является, собственно, дефектом угадания медицинской помощи, что причины связаны с наступлением в последствии в виде смерти пациента. Врач была привлечена к уголовной ответственности в этом случае. На это не смотрите, да, потому что квалификация ошибочная, это задачки с подвохом для следователя. Следующий пример. Врач-хирург, который является, помимо того, что он лечебник, является заведующим хирургическим отделением, получает пациентку с диагнозом хронических рецепсистов, для обострения мочекаменной болезни. Наблюдает ее, назначает ей лечение, выбирает консервативную тактику, да, введение. Состояние пациентки ухудшается, корректировка назначенного лечения вовремя не проводится. Несмотря на серьезное ухудшение состояния, когда, в общем-то, сложились все предпосылки для того, чтобы изменить тактику лечения с консервативной на оперативную, врач проморгал этот момент, да, и в результате у пациентки открылось массивное желудочное кровотечение, естественно, на операционный стол она попала с серьезным запозданием. Пациентку тоже не спасли, соответственно, наступила смерть ее от осложнений, геморрогический шок, полиотерна недостаточность, как это обычно бывает, и так далее. Соответственно, дефект, который допустил врач, да, это тактический дефект, ошибка в выборе тактики лечения. А он проводил какую-то функциональную диагностику? Безусловно, безусловно, пациентка не экстренная, да, то есть она находилась в отделении, в функционале, у него перед глазами, у него под руками в течение нескольких дней, соответственно, динамическое наблюдение позволило бы абсолютно точно, вот изменение показателей позволило бы выявить, адекватно оценить ее состояние и скорректировать лечение. Следующий пример. Рабочий завод получает производственную травму. Металлическая деталь, вылетев из станка, серьезно травмирует его, наносит сильный удар в живот, наносит повреждения. Коллеги помогают ему добраться до приемного отделения больницы, где пациента принимает травматолог-ортопед, дежурный врач. Соответственно, пациент, это вот, кстати, в момент противодействия, да, в моменты, в общем-то, которые не позволяют врачу изначально предположить обстоятельства получения травмы для того, чтобы предположить диагноз. Конечно, это не освобождает врача от необходимости проведения диагностических мероприятий, если нужно до обследования, да, чтобы установить правильный диагноз, но изначально хотя бы какие-то исходные данные, которые которым он может оперировать, относящиеся, в том числе к сбору анамнеза, да, обстоятельства получения травмы, они были сокрыты умышленно пациентом самим. Он не рассказал врачу о том, где он эту травму получил, более того, выдал ложную версию, несоответствующую действительности о том, что он упал и ударился его бордюр с животом. Далее, врач провел, как ему на тот момент казалось, достаточную диагностику, выставил диагноз пациенту, ушиб левой половины грудной клетки. С таким диагнозом врач не усмотрел оснований для госпитализации пациента, отправил его домой, где его состояние ухудшилось, вплоть до того, что он был вынужден вызвать скорую помощь и по пути в больницу наступает смерть пациента в машине скорой помощи. Прошло 7 часов с того момента, как он не был госпитализирован, до того момента, как наступила его смерть. Достаточно ограниченный период времени. Итак, как потом выяснилось, врач, проведя диагностику, в том числе рентгенограмму грудной клетки, не усмотрел переломы трех левер, затем разрез селезенки внутри бушина кровотечения. То есть он установил диагноз правильный, но не полный, и как раз самую существенную часть, самую серьезную, он как раз не установил. Соответственно, своевременная постановка правильного диагноза позволила бы путем неотложного оперативного вмешательства избежать развития такого тяжелого состояния и таких последствий для пациента. Ничто не мешало врачу, имелись все возможности для дообследования, для додиагностики, чтобы диагноз установить. Какая двоякая ситуация. Согласна. Объективно, по состоянию, пациент-врач посчитал на тот момент, что сделал все. Что этого достаточно? Ну, опять же, сокрытие пациентом в одно время не освобождает от ответственности врача. Понятно, что он обязан провести все манипуляции, касающиеся этого пациента. Но с другой стороны, врача понять можно. Если у него пациент приходит, рассказывает свой анамнез с Витой, говорит, что я упал и все остальное. Его слов записан, он подписывает все данные в амбулаторной карте, где он подписывается под каждым словом, которое со слов пациента, как мы пишем, было установлено, что он там, такие-то, такие-то травмы. Еще без его словами работодатель стоит. Вот, к сожалению... И плюс это производственная травма. Да. На самом деле, к сожалению, несколько переоценивают врачи, как показывает практика, вот эти сведения, которые получают от пациента. То же самое касается получения подписей, то же самое касается информирования добровольного, информирования добровольного согласия, да, этого ИДСа. В общем-то, врачи считают, что это спасательный круг для них. Это заблуждение, к сожалению, реалии сегодняшнего дня. Нет, нет, вот эти документы, они не обеспечивают нужный уровень защиты медику. Поэтому, вот, что бы там ни сообщил пациент, если он вообще сообщил, даже может молчать, да, выяснил и выключаем, слов не выяснил, да, это не освобождает медика от необходимости все равно досконально подробно разбираться, используя все возможности, весь арсенал средств. Согласно случая сомнительной, потому что вот это вот несообщение первичных сведений, оно может быть столковано в том числе как объективная причина дефекта. Врач ошибся не потому, что он невнимательен, не потому что он чего-то не знает или не знает, а потому что он сознательно введен в заблуждение. Поэтому вопрос действительно спорный. Это первый момент. А второй, вот смотрите, тоже ситуация, неприменительно к этому, да. Пациент пришел с одними жалобами, врет, рассказывает, что у него там болит вот это вот, на самом деле вот это, умирает от третьего. Но врач же не может обследовать его с головы до пяток и понять, что у него помимо вот этого вот еще 65 сопутствующих, а вдруг у него тромб оборвался по дороге. Нет у врачей на это не то, что оборудование или всего остального. Зачастую на это просто нет времени и человек не может прийти с одним. У меня болит голова, я тебе обследую желудок, все полностью, сердце и все, что нужно. Вдруг ты, не дай бог, умрешь от вот этого. Это тоже такой двоякий момент, который здесь, ну как бы... Есть ситуация абсолютно абсурдная, действительно. Да, абсурдная. На чем они базируются? На том, что, допустим, те же самые там нормативные документы прописаны, да, что пациенту необходимо провести то, 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 то. Если пациент обращается с болями в коленном суставе, да, то положенные по нормативке, например, рентгенограмма органов грудной клетки, ну понятно, что она здесь не нужна. Врач, в общем-то, абсолютно обоснованно может исключить этот вид диагностики данному конкретному пациенту, потому что он понимает, что от этого ему не жарко, не холодно, и он не прояснит картину, это не поможет ему прояснить ситуацию, поставить диагноз и так далее, определиться тактикой лечения и прочее. Врач исключает это, но абсурдная ситуация в том, что мы, юристы, требуем от медика строго соблюдения требований нормативных документов. Соответственно, мы вполне обоснованно можем указать, что врач не провел то-то, что записано в нормативке, то-то и то-то, что в результате могло повлиять на неполную или неправильную постановку диагноза, да, соответственно, при правильной постановке благоприятный исход для пациента был возможен. Что в этом случае произошло? Просто, пожалуйста, невыполнение, своевременное и правильное выполнение комплекса мероприятий позволило бы исключить летальный исход, и так далее. Стандартам очень невозможно, да, так же, как и порядком. Поэтому, в общем-то, реально действующим и самым востребованным документом в сегодняшней медицине являются национальные клинические рекомендации, да, медпротоколы лечения. Прекрасно мы знаем о том, что далеко не все монзологи оплачены документами, да. В этом случае, да, задаемся вопросом, как вы, ничто не отменяет сложившихся обычаев в мире практики. Мы тоже их принимаем во внимание. И у меня в практике были случаи, я анализировала дела, которые мне попадают, где обычаи медицинской практики за отсутствие нормативного урегулирования конкретной сферы, в общем-то, были положены в основу вынесения поддательного приговора. Хорошо, а можно такое? Работает. Это работает. Ну, и, позвольте, вот у Татьяны Николаевны прозвучало совершенно замечательное словосочетание клинического усмотрения. Вот это оно, по сути дела, как обоснование, как аргумент. Медика нельзя решать, если принимаете внимание, медика ни в коем случае нельзя решать возможности клинического усмотрения. Как бы ни была задокументирована эта деятельность, у него должен оставаться вариант выбора. Именно с этим связана сложность и фактическая невозможность документировать и нормативировать, если можно так сказать, всю медицину. Я сказала об этом, что огромное разнообразие вариантов, проявлений, каких-то особенностей, каких-то влияний сторонних факторов. Предусмотреть всего этого, конечно, невозможно. И вот тот сложившийся порядок действий, в том случае, если отсутствие нормативно-правовое регулирование конкретной сферы, которое мы называем обычаем медицинской практики, он тоже абсолютно может медику помочь, спасти в какой-то ситуации. Особенно, если мы эту сложившуюся практику затем подтвердим еще и свидетельствами специалистов. И, в общем-то, абсолютно обоснованно мы, несмотря на нормативные документы, опираемся на такие вот вещи, на такую практику. Слушай, можно продолжать? Да, конечно. Вот смотрите, собирается комиссия экспертов в городе Пере, включают в состав комиссии врача-гематолога. Он говорит, что согласно обычаям, да, вот этим нормативно-правовым у нас, принятым у нас на территории, да, это является закономерным осложнением ТРИПА на БИОФСИ, к примеру, да, а потом собирается комиссия в городе Москва и включают другого гематолога в состав комиссии. А он говорит, что это является дефектом. Вы сейчас действительно рассказываете реалий, да, по делу Миссюрина, когда комиссия с привлечением гематологов в состав экспертной комиссии ответила, что это дефекты, да, когда, значит, страна защиты ходатайства о допросе специалистов-гематологов, да, в судебном заседании, которые говорят о том, что это осложнение, причем, скажем так, типичное осложнение, да, оно не является там каким-то эксклюзивным, крайне редким и так далее. Что это возможно, что такое в практике встречается, соответственно, говорить о дефектах здесь не приходится, есть такое. Академик Воробьев, да? Академик Воробьев в том числе. Да, совершенно верно. Поэтому, как бы, а вот это уже головоломка для суда, принцип состязательности сторон, в процессе никто не отменял. И, в общем-то, суд должен иметь оценку как доводом одной стороны, так и доводом другой стороны. И дальше руководствовать законом, совестью, своим судейским усмотрением принять решение, которое должно быть веном. Еще есть вопросы, кто-то должен справиться. Следующий пример. Еще один доставленный с травмой пациент, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В приемном покое врач поясняет обстоятельства получения травмы. Он поясняет, что он свалился, да, из салона машины вывалился так неудачно, что получил серьезное повреждение. Соответственно, врач обследует его, проводит определенные диагностические мероприятия, процедуры и, соответственно, выставляет диагноз, который сам же сопровождает вопросительными знаками, что говорит о том, что диагноз требует все-таки уточнения. Врач ставит алкогольное вне тяжелой степени, наиболее простая, очевидная, да. Врач ставит под вопросом ЧМТ, врач ставит разлив барабанной перепонки, справа тоже под вопросом. Несмотря на то, что он сам себе эти вопросы поставил, да. Мероприятие по уточнению вот этого первичного диагноза сомнительного он не провел, не назначил. Он оставил пациента понаблюдаться в палате динамического наблюдения в приемном покое на 40 минут. Ну и, собственно, в очередной раз подойдя к нему, ну и как-то, получше, похуже, да, так же, так же. Соответственно, пациента отправляют. Через некоторое время нарядом скорой помощи доставляет он снова в болицу. У пациента закрытая черепно-мозговая травма, стрясение головного мозга, ушиб головы в правую источник заушной области, разлив барабанной перепонки справа. Соответственно, оперативное вмешательство. В кому и все. А? В кому и в пол. Да, в пол, в кому и в течение еще там порядка трех недель находился в медицинском учреждении, все равно исход был неизбежен. Поэтому, поэтому претензии, конечно, какие? Ничто не мешало ему уточнить свой сомнительный диагноз. До обследования, до диагностика позволило бы выяснить такие повреждения. Соответственно, своевременное оперативное вмешательство, потому что здесь, в общем-то, при черепно-мозговых травмах промедление в течение нескольких, даже не то, что часов, а бывает минут, фатально. Да, поэтому вот оно, пожалуйста, претензии к врачу абсолютно обоснованы. Более того, даже то, ту часть диагноза, которую он поставил без сомнений, алкогольное обвинение тяжелой степени, требовало помещения пациента в стационар для того, чтобы дезинтоксикацию не провести, прокат там и так далее и тому подобное. Безусловно, врач об этом знал. По какой причине не был стационирован пациент, это останется на совести врача. Находить он здесь, в стационаре, под наблюдением, в любом случае были бы возможности какие-то симптоматические проявления серьезных повреждений, закрытых черепно-мозговой травмой, выявите здесь, в условии стационара. Это даже черепно-мозговая, ладно, разрыв барабанной перепонки без удара такого конкретного, но не тот, что об землю там или об пол, это не может быть. То есть это травма, которая нанесена вследствие удара какого-то очень сильного достаточного. Ну извините, эпидуральная гематома, она в своем проявлении необходимо время, чтобы она нарастала, сразу в момент причинения травмы, там, в светлый промежуток времени, и у больного не возникает никаких симптомов, и если в ближайшие часы он поступает с стационаром, он будет активен, контактен, у него состояние... Все понятно, что тебе не мешает никто сделать? Что мешало стационаром наблюдать его в динамике здесь? Здесь у него алкогольное обвинение и ранка. Хорошо, в стационаре почему бы не было? С отресением головного мозга, с отресением... Какая полемичность. Если с отресением головного мозга, с алкогольным обвинением, мы будем себе в стационар госпитализировать, у нас так вообще кое-как не останется. Сказал субмедэксперт! Как ответил, да? Медики плачут, что они сейчас во все там процедурные говорки-клоги ставят, потому что поток, в общем-то, коечный фонд абсолютно с потоком не соизмерим. Нет, нет, но тут абсолютная госпитализация, это даже не обсуждается. У вас вопрос? А скажите, а он в сознании был, да, это больное? Конечно, если он с ним не пришел. Он пояснил сам обстоятельство получения травмы. 40 минут полежал, своими ногами пошел домой. Его никто там не орвет. А он в солнце? Конечно, конечно. А можно вот еще такой вопрос? Вообще документация в плане согласия и отказов, она имеет значение? Особенно отказа. Она может быть оскорена. Нет, она имеет значение. Просто оскорен. Что касается отказа госпитализации, конечно, да. Боле заявления пациента обязательно для медика, да. Принудительная госпитализация, возможно, в крайне ограниченном количестве случаев, да, когда уже медики не взирают на отказ пациенту, когда речь идет, а по быстрым, конечно, форме оказания медицинской помощи. Там они уже не будут обращать внимания на наличие, отсутствие, возражение и прочее. Их задача спасти жизнь, а дальше уже сам распоряжайся этой спасенной своей жизнью. Право пациента. Поэтому, конечно, принудительно стационировать никто не может. Поэтому, вот, собственно, отказ от госпитализации как таковой вообще, а не от отдельных видов вмешательства, он, конечно, свою роль имеет достаточно серьезную. Претензий к медику в этом случае не будет. Тут вопрос бы стоял по-другому. Если бы он провел все манипуляции, поставил бы окончательный диагноз, сообщил об этом пациенту, разъяснил бы ему, а потом бы же он написал отказ, он сказал, я бы тебя предупредил, я бы сказал, какие могут быть варианты твоего исхода, ухода от госпитализации. Но вы понимаете, мы говорили, он даже собственноручно должен писать с пациентами, что говорит ему врач. Вот это вот. Вот эта ситуация, она такая весьма спорная, потому что он же мог получить вот эту эпидуральную гематому и через 40 минут, после того, как ушел в стационар, упал подороги. А на самом деле, да. Мы заметили, потому что сейчас мы занялись изучением некоторой категории оправдательных приговоров, попадают в среди них медицинские. И один врач, в общем-то, добился оправдания ввиду того, что не смогли проверить выдвинутую им версию, то есть она оказалась сомнительной. А все сомнения мы с вами знаем, да, в пользу обвиняемого подозреваемого, обвиняемого гранимого. Соответственно, он посеял такое сомнение в умах правоохранителей суда, в частности, как раз предложив версию защиты свою в том, что когда пациент поступил ко мне, я его обследовал в необходимом объеме, я правильно поставил диагноз, я не увидела оснований для госпитализации. А когда он от меня ушел, он влип в какую-то нехорошую ситуацию, вплоть до того, что и сам упал, и спаснулся, и с кем-то поскандалил его, его добавили, да. Мой интересный, собственно, сам по себе, то, что он получил потом, само по себе. В результате возникшее у пациента состояние, которое привело к летальному исходу, обусловлено не дефектами того, что он чего-то недодигнотировал и поставил неполный диагноз, да, проморгал что-то, что требовало стационирование и так далее, а то, что пациент получил травмы, не связанные с оказанием медицинской помощи, которые сами по себе закономерно привели к такому исходу. Не смогли эту версию проверить и оправдывать. Оправдали. Тем более здесь у вас какая эпидуральная гематома, здесь должен быть перелом костей. Я все-таки не медик, хотя я, конечно, очень интересуюсь этой сферой, я к ней неравнодушна абсолютно, но все-таки вот тут, наверное, я с вами не смогу на вашем уровне поскорить. Вопрос о значимости экспертного сообщества, правда, о чем мы говорим. Значимость и повышение роли экспертного сообщества в сотрудничестве с последствием. Он тебе поставил, что ли, по-моему, сговоротом. Я понимаю, вы знаете, скрыть я покажет. Итак, все-таки в этом случае врача привлекали к ответственности за неоказание помощи больному, что он не стационировал пациента. Суд переквалифицировал действия медика, пояснив, что неоказание помощи под собой подразумевает полное неоказание, то есть игнорирование профессионального долга. В нашем случае пациент изначально квалифицировали по 124-й, направили в суд. Суд перешел на 109-ю. Абсолютно обоснованно. Потому что медицинская помощь пациенту оказана была. Другое дело, что она была недостаточного объема, что она была недостаточно эффективной, и что привело к таким последствиям. Но говорить о полном неоказании в данном случае ни в коем случае не приходится. Суд привел свое обоснование этого, и вот такое вот резюме мы можем из этого сделать. Что диагностика, в том числе ошибочная, если полная, лечение, в том числе неадекватное, несовременное и прочее, либо усугубляющее клиническую картину, это является серьезными недостатками оказания медицинской помощи, но не неоказания. Следующий случай, кстати, 238-я, если я помню. На самом деле, конечно, можно. Последний пример, да? Да, последний пример, у нас интересная большая. Еще буквально пару минут. Я прошу, спасибо большое, да. Врач отологолога частного медицинского центра проводит несовершеннолетнему пациенту, 17-летнему, операцию. Соответственно, сама операция прошла успешно. Послеоперационный период осложнился возникновением носового кровотечения, которое медики в течение нескольких часов не могли остановиться. Закончилось все тем, что вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали в государственные учреждения, где наступила его смерть. Что, собственно, в чем претензии к врачу? Сама операция проведена технически, правильно, да, осложнился послеоперационный период. Но на самом деле, собственно, необходимо было оценить то, что предшествовало этой операции. Врач проигнорировал фактически полностью предоперационное обследование, которое, естественно, при любом оперативном вмешательстве является обязательным. Соответственно, ребенок не был направлен на консультации к некоторым профильным специалистам, ему не были проведены полностью необходимые анализы, которые позволили бы и обследование, которые позволили бы установить на тот момент наличие абсолютных противопоказаний к проведению операции. Значит, свертываемость крови ему было нарушено, у него имелись проблемы с сердцем, которые не были диагностированы до того, как принято решение проведения операции. И, соответственно, игнорирование врачом предоперационного обследования привело к тому, что он фактически осуществил противопоказанную операцию, где вероятность осложнений была существенно выше, что в результате и произошло в послеоперационном периоде. Врач был осужден по 238-й, потому что элементы умысла здесь следователи смогли уникновить и доказать в том, что он сознательно игнорирует предоперационное обследование. Соответственно, тем самым он процесс оказания медицинской помощи осуществляет уже с явными нарушениями, с явными дефектами. То есть умысл в осознанности, в осознаваемости, да? Как связать его? Значит, смотрите, здесь речь идет об умысли на, скажем так, саму процедуру, на процесс оказания медицинской помощи, не отвечающую требования безопасности. Речь не идет об умысли, на ценности которых напоследствии. На результат. Да, напоследствии. То есть на травмирование пациента, на причинение какого-либо вреда его здоровью, либо недоимой смерти. Речь идет о том, что сам процесс оказания медицинской помощи, в частности по этому клиническому профилю, по проведению операции с обязательной предоперационной подготовкой, обследованием предоперационным, они для любого врача являются обязательными и требующими безусловного исполнения. Игнорирование вот этих вот обязательных процедур, предшествующих любой операции, оно врачу производится сознательно. То есть он не по невнимательности, не по неосторожности, не направил его на обследование, на анализы, на консультации, а потому что не посчитал это нужно. Хотя соблюдение вот этих процедурных моментов в данном случае обеспечивало безопасное оказание медицинской помощи. Вопрос о том, что он уровень рисков и опасности сам, да, по своей инициативе, по своему умыслу серьезно повысил многократно, не выяснив имеющиеся противопоказания. У него были возможности эти противопоказания своевременно установить и отказаться от запланированной операции. Речь идет о плановой медицинской помощи. Это как легкомыслие идет? То есть верификация как легкомыслие? По отношению к последствиям это небрежность. По отношению к процессу это умысел. Он не направляет пациента умышленно. Не направляет специально по каким-то причинам, ну не знаю, с учетом того, что частный медицинский центр, не желая дополнительных травм, но ты на себя берешь такую ответственность, такие риски, да, не желая тратить время на получение результатов, анализов и диагностических мероприятий. О чем речь? Если речь идет о частном медицинском центре, надо думать, что упустить клиента он не должен. Если клиент пришел на операцию и готов за нее заплатить, я должен эту операцию провести, чтобы клиента не упустить. Вот эти вот сознательные моменты игнорирования обязательных процедур и составляют как раз умысел в процессе оказания медицинской помощи, делая ее в целом небезопасной для пациента. Если бы он все это соблюдал, все выполнил, что необходимо, правильным было бы отказаться от операции, потому что имеются противопоказания абсолютные, да, но тогда это упущенная выгода для частной медицины, да, частный медицинский центр. Поэтому в этом случае вот тут вот ситуация классическая, если хотите 238-й, вот в этом конкретном случае. Уважаемые коллеги, я могу бесконечно говорить на эти темы, но я, в общем-то, ценю ваше время, прошу прощения, что и так несколько вас задержало. Благодарю за внимание, если еще есть вопросы, готовы ответить. Татьяна Николаевна, если можно сначала слава признательности, правда, я думаю, что... Когда к вы на руках... ...в следующей группе...